Комментатор телеканала «Спорт» Дмитрий Бобцов и совершенно замечательная собеседница Лидия Гавриловна. Мы вам попытаемся рассказать о том, что здесь все-таки будет происходить. Итак, Лидия Гавриловна, здрасте. Здравствуйте. Ну, сейчас начали уже работать мужчины. Мы с вами, прежде всего, будем обращать внимание как бы на лучшую часть мужчин, которые заняли первые шесть мест. И вот сейчас к вольным упражнениям готовится Тимур Кузьмин, если я не ошибаюсь, 26 номер его. Да, Тимур Кузьмин. Но самое приятное, можно сказать, в том, что он из города Владимир, а Владимир славен своими гимнастическими традициями и тренирует его. Юрий Королев – это абсолютный чемпион мира, даже, правильно сказать, неоднократный абсолютный чемпион мира, заслуженный мастер спорта. И теперь, я думаю, он претендует на звание заслуженного тренера Советского Союза. Ой, простите, Россия, естественно, так как выставляет своего ученика уже на такой высокий помост. Итак, это уже третий участник. Первый участник, один из лидеров, Руслан Никмадзянов, что называется, наломал дров. Он попадал. Ну, собственно, это не важно. У него оценка была 7,8. Сейчас посмотрим, что нам представит Тимур. Полтора пируэта, винт. И пол пируэта в конце. Хорошо, не вышел. Анатолий Васильев, которого мы, к сожалению, оставили за кадром, он на этой связке, что называется, вылетел. Ой-ой-ой. Ну, подкашиваются ноги. Да, бывает. Круги до лосала. Через стойку. Здорово. Мне всегда нравился этот, знаете ли, Гавриловна, этот гимнастический элемент. Он очень украшает программу, согласен ли? Да, я с вами абсолютно согласен. И при этом, ну, как сказать, ну, это один из самых сложных элементов на полу именно. Да, да. Ну, и он имеет надбавку. Наверное, можно в этот момент сказать о том, что после Олимпийских игр сразу в мужской части соревнований произошли довольно заметные и существенные изменения в правилах судейства. Как базовая оценка, то есть та оценка, с которой начинают работать судьи, 8,4. Вы представляете, насколько низко? И до 10 баллов надо набрать сложностью, туманностью. Да. Закончил свое выступление Тимур Кузьмин. Вы знаете, очень неплохо была выполнена уже завершающая комбинация, ну, или группа, или, собственно, акробатическая связка, двойной пируэт. На мой взгляд, на мой взгляд, я думаю, что Лидия Гавриловна со мной согласится, что двойной пируэтам надо вставать в точку, особенно гимнастам такого уровня, ну, что называется, в доскок. Немножко ошибок. Совершенно верно. Сейчас подождем оценки. База, к сожалению, осталась за нашим взглядом. Да, потому что обеспечивают судейство шесть судей, и каждый должен оценить стоимость программы и ошибки. Сейчас суди пока что готовятся. Параллельно, я вам, на самом деле, дорогие друзья, забыл совершенно сказать, что выступают шесть команд. Мы свое внимание решили, с вашего позволения, конечно, остановить на группе лидеров, которые будут между собой разыгрывать именно медали, медали 13-го чемпионата России в многоборье. 8 и 25, насколько я вижу оценкой, даже... Даже похоже было на 8... Нет, наверное, 25 правильно. Они быстро снимают, к сожалению, сегодня ручная обработка. Информация. Это, в этом есть плюсы, в этом есть минусы. Следующий участник на ваших экранах, это Дмитрий Парамонов. Только что выполнил первую связку, неплохо. Рандат, полтора пироэта, на сальто. Как-то не хватает, что называется, дотянутости. Вы знаете, Лидия, вы можете сказать, вообще, что изменилось в мужской гимнастике с уходом именно Алексея Немового? У нашего Железного Немова. Есть ли у него достойные сейчас преемники? Что происходит? На этот вопрос мне очень трудно ответить, потому что мы сегодня, дорогие поклонники спортивной гимнастики, будем наблюдать и как бы выбирать себе надежду на следующие Олимпийские игры. Я беседовала со старшим тренером сборной мужской команды. Это Николко. Евгений тот, как раз Николко, который подготовил замечательного гимнаста Алексея Немова. Ну вот он обращает внимание, естественно, на первую шестерку. Но пока я так могу сказать, что радости большой, наверное, не испытывает. Так же, как и мы, потому что оценки очень низкие. Ошибок очень большого количества. С такой потенциальностью, конечно, претендовать на что-то хорошее в мировой гимнастике. Ну, по меньшей вере, глупо. Так, да. Ну и скажу, что я не успела договорить о том, что сложность оценки упражнений, она как-то возрастает и возрастает. Потому что Международный мужской технический комитет, он принял довольно суровые такие поправки. Даже в предыдущей Олимпиаде. Вот я вам сказала, что базовая оценка стала 8,4. А дальше они количество специальных требований, которые необходимо выполнить гимнастого во время упражнения, количество 5, 5 они оставили, но за каждое требование, раньше снимали по 0,2, теперь по 0,1. Казалось бы, некоторые облегчения. Но вы подумайте, что такое с 8,4 дойти до 10 баллов? Это надо обязательно вставить в свою программу. Группу С, Д, Е и Супер Е. Все это буквы, но я вам просто так элементарно постараюсь объяснить. Суперсверхсложные элементы или сверхсложные, если вольных касается, акробатические соединения, которые будут давать какую-то почерненную надбавку. Это очень мало кому удается. Здесь пока я этого не вижу. Тем временем, за нашим неспешным или спешным, кому как понравится разговором, Дмитрий Парамонов получил 8,3. Прямо, скажем, невысокая оценка, но его там выносило за ковер по полной программе. А сейчас Антон Голоцутков, если я не ошибаюсь. Да, так и есть рандатфляк. Ух ты, ух ты, какая связка. Два с винтом, двойное сальто прогнувшись с винтом. Это очень сложный элемент. Но Антон, насколько я его знаю, он, что называется, допростят мне телезрители. Некий же организм, он заточен под акробатику. У него вот и мускульная система, и весь сам организм, он так настроен на это. Посмотрите, какие связки сложные. Сейчас двойной твист выполнил. В предыдущей связке-то он попытался схитрить, потому что у него там явно был переход на тамповое сальто вперед, а он сделал переворот, подставил руки. Ну, хотя, кто знает. Да, вот видите, уважаемые телезрители, насколько компетентен у меня сегодня мой напарник, да, потому что он сам по происхождению, можно сказать, акробат, и он замечательно совершенно разбирается в акробатической части и профессионально комментирует вот эту часть при выполнении гимнастами акробатики на вольных упражнений. Прям легко и приятно, и послушайте. Спасибо большое, Лидия Гавриловна. Извините уже за такой маленький между собойчик, дорогие друзья. Ничего страшного. Вы знаете, у Антона Голосуцкого, я думаю, Лидия со мной согласится, самое сложное, во-первых, и самое чистое, во-вторых, сейчас программа. Вопрос в том, сколько его снимут вот за эту ошибку, потому что сами комбинации совершенно шикарные. Да, они прям явно вот на порядок выше всех предыдущих гимнастов, что мы видели, согласны? Да, пожалуй, ему сможет составить конкуренцию только Дмитрий Баркалов, который сейчас готовится пока к выполнению своих вольных упражнений, а мы, конечно, с нетерпением ждем оценки Антона. Я так думаю, что в районе где-нибудь за девятку должно быть, ну, совершенно точно. Хочется надеяться, очень хочется. Ну, хотя бы первую оценочку, ну, дайте за девятку, ну, не жадничайте, товарищи судьи. Ну, а я пока мы ждем оценку, напомню, что сам Антон Голосуцков, он из города Северска, запоминаете Томскую область, и тренирует его Абрамов, и Скирюха. Это замечательные тренеры, которые подготовили гимнасту уже на такой уровень. А вот Баркалов, он вчера, вернее, в квалификационный день занял первое место и вошел под первым номером в сегодняшний день, где разыгрывается абсолютное первенство России. Да, вы знаете, 8,6, насколько я вижу, всего, значит, много сняли. Даже, может быть, Дмитрий, может быть, немного сняли, а мало поощряемых связок, может быть. Я даже, не знаю, ну, уж очень жестоко, 8,6, я не знаю, за что так действительно наказать, потому что вот так вот со стороны верхнего взгляда он замечательно выполнил программу на вольных упражнениях. Да, ну, вы знаете, лучше здесь жестоко судить на чемпионате России, потом подготовленном приехать куда-либо, на чемпионат мира, на чемпионат Европы, куда угодно, на Кубок мира. Ну, там-то, ну, опять же, судейство, это дело такое, это дело совершенно хитрое, совершенно, может быть, непредсказуемое, непонятное. Ну, что ж, посмотрим за выступлением Дмитрия Баркалова. Первую связку выполнил не то, чтобы на сильно высоком уровне. Ну, зачем же на шпагате-то рукой цепляться? Ну, это волнуется все-таки. Это открывается новый олимпийский сезон. Ну, пока он не очень ярко у нас начал эту программу, но все-таки мы обратим внимание, потому что он на первом месте. Два с половиной пироэта на сальто, а вот это хорошо. Ну, немножко направление Дмитрий потерял, несмотря на то, что, как бы, вращение очень здорово он выполнил этот двойной винт, да, там было? Ну, там два с половиной было. Да, даже два с половиной. Два с половиной пироэта, но вы знаете, несмотря на то, что потерял направление, он все равно не потерял координации, выполнил четко. Да, да. Хорошо. Закончил. Два с винтовой. Неплохо. Очень неплохо. Но, вы знаете, присутствует, на мой взгляд, некая, ну, как это сказать, не дотянутость, что ли. Ну, школа или класса, исполнения немножко не хватает. Я как раз беседовала когда с тренером, теперь будем привыкать к жизни со старшим тренером мужской спорной. Он говорит, вот сейчас сядем на спор, вот сейчас мы их всех отработаем. Вышкалим такое слово. Класс работы надо, конечно, поднять значительно, чтобы иметь возможность к этим добавить. Вот тот самый элемент, на который мы обратили внимание, это одна из также акробатических комбинаций. Рандат, полтора пируэта, еще пируэт и еще полтора. Ну, все сделал, все сделал. Чуть-чуть не успел, что называется, встать. Ну, вот и так пролетел первый вид. Новые имена. Новая эра в истории российской гимнастики начинает свой отчет в Олимпийском. Первый официальный старт сезона. Чемпионат России и Кубок страны в отдельных видах многобонья. Спортивная гимнастика. На канале Спорт. Ну что ж, следующий вид программы гимнастического многоборья за звание абсолютного чемпиона России. Пусть ИСА. Ну, может быть, кому-то не нравящаяся цифра 13. Ну, уж не знаю, дорогие друзья, кому она может не нравиться. Живой на 13-м этаже. И, что называется, луч не дую. Ну, да ладно, разговор не обо мне, а разговор сейчас у нас пойдет с вами о кольцах. Это, пожалуй, самый силовой вид спортивной гимнастики. И выступать на нем будет на данный момент Борис Станогин. Естественно, представитель России. Вот обратите внимание, что называется, на мускулатуру. По-моему, вот как раз именно с такой мускулатурой очень удобно выступать на кольцах. Потому что, ну, там многое, конечно, решает координация. Потому что кольца снаряд, в отличие от тех же брусев, от той же перекладины, достаточно неустойчивые. И там один раз дернешь мышцей, попытаешься поправить себя силой куда-то. И все, и начнет качать. И как только начнет качать, все, ты уже... Потерял темп, раскачиваются сами тросы, кольца. Это все уже появляющиеся новые ошибки. И очень справится. Но хороший мастер, он и с этим должен справиться. Естественно, я хочу продолжить эту вот мышечную такую часть красиво-эффектную у парня. Что обязательно надо выполнить силовую часть на кольцах и маховую. Вот мы с вами попробуем сейчас понаблюдать. Я как-то хочу надеяться на то, что силовая часть такой мускулатуры ему должна удастся. Ну, а маховая как бы полегче с одной стороны. И посложнее с другой стороны. Абсолютно с вами согласен. Да, все равно, если надо удержать. Ну что ж, начало. Ну, сразу крест с углом. Хорошо. Переход в самолет. Не додержал. Да. Дальше уход в крест. Для линии успел зафиксировать. Абсолютно с вами согласен. Линии нечеткие. Силы хватает. Знаете, мне кажется, дорогие друзья, что он немножечко волнуется. Ну, а как же. А как же. Шесть человек судят, значит, каждый придирается, смотрит, что же он еще не так сделал, что же он еще. Вот видите, чуть-чуть раскачался. Немножко у нас не та плоскость, но это тоже. И соскок довольно оригинальный. А вы знаете, необычно, да. Двойной сальто согнувшись вперед. Обычно. Да, извини, Дима. Но, к сожалению, переднее все вращение всегда опасно в приземлении, да? Как бы труднее увидеть опору. И естественные ошибки в приземлении мы с вами не наблюдали. Ну, само по себе выступление, ну... Среднее. По собственному опыту могу сказать, что за недодержку какого-либо элемента всегда снимут. Обязательно. Железно. Это вне всякого сомнения. А силовой компонент-то ему хватило. Посмотрите, ну что вот, посчитай про себя. 21, 22 есть. А ты знаешь, там надо теперь в мужской части, я послушала, совершенно не могла согласиться. Мне сказали фиксировать статическое какое-то упражнение. Одну секунду. Пожалуйста. Может. Борис Станогин получил у нас 8,5, если я не ошибаюсь. А сейчас уже Андрей Лиховицкий. Все на те же упражнениях, на кольцах. Ох, посмотрите, вот это элемент. Это очень трудный. Так, я предполагаю, стойка на кистях, а тут надо ее в кресте удержать. Это, по-моему, очень сложно. Молодец. Вот он как раз додерживает. Весь завесом выход в широкий угол. Казалось бы, несмотря на всю простоту элемента, из него очень тяжело дальше выходить. Непонятно куда. То ли тебе в маховую часть уходить в статическое положение, как сейчас как раз нам продемонстрировал. Потом большим оборотом вышел в стойку и зафиксировал точную остановку. Это как-то и эффектно, и красиво. Но это очень сложно, товарищ. Да, вы знаете, и все тот же соскок продемонстрировал нам, что называется, тот же по сравнению с предыдущим участником, Андрей... Лиховицкий. Лиховицкий. Ну, явно тренируется у одного тренера, они оба из Южного федерального округа, поэтому, я думаю, этот соскок-то как раз им ставили. Может быть. Сейчас посмотрим, что ему все-таки, сколько ему поставят. Дмитрий, ну, посмотрим, какие оценки скромные. Я... такая жадность у меня по большим оценкам, потому что я понимаю, что как трудно на международной арене завоевывать свои лидирующие позиции. Абсолютно с вами соглашусь. Вот, совершенно замечательная вещь, накладка называется. Без нее никуда. Ну, повтор с нижней камеры. Найдете очень оригинальный ракурс, очень здорово смотреть. Видно, что здесь... Раскачивается. Почему он ждал, да, он раскачивался. Да, да. И сумел... Да, и сумел задавить вот это вот раскачивание именно вот этим элементом, подождал. Ну, это называется профессионализм. Вот этого никуда не денешься. И не надо по-хорошему. Большие оборота продолжает делать. Ну, совершенно замечательные зрители. Вы знаете, дорогие друзья, не хотелось бы кидать камень в огород Федерации спортивной гимнастики. Обычно на соревнованиях присутствует не очень много народа. Непонятно почему. В этот раз, узнаете, народу хватает. Ой, а еще на женской части еще будет больше. Вообще в этом отношении Олимпийский дворец какой-то... Либо занимает очень выгодное положение в Москве. И как бы зритель мне даже думается, что прогуливается, гуляет по проспекту Мира. И думаю, ну-ка я заверну, посмотрю, что там творится, какие спортивные соревнования. И здесь всегда как бы нас радует присутствием... Большим, относительно большим присутствием зрителей на спортивной гимнастике. По дворце спорта Олимпийский, который стал нам уже родным залом. Потому что здесь долгие-долгие годы мы проводим подряд. Начиная, наверное, с, дай бог, памяти чемпионата мира, который мы проводили здесь в гимнастике. Ну, а знаете, вот наконец-то табло появилось. Появилось табло. Только что закончил свое выступление, кстати, Юрий Тимофеев. Так вот, сейчас, согласно табло, лидирует Лазарев. Лазарев? Да? Да. А гимнастика непредсказуема, уважаемые пактонники. Она непредсказуема. Тем более в этом начале движения, я как говорю, четырехлетнего олимпийского цикла, сейчас идет полная как бы новизна. И никто не знает, ни мы с вами, на кого нам сориентироваться. И еще и тренерский состав в поисках. Поэтому мы с вами вместе будем переживать эти неожиданности. Тимофей Лазарев получил за упражнение внимание на кольцах, на которые мы только что смотрели. Но он остался, естественно, за кадром. Мы не все сильно и не можем предсказать, кто же займет какое место. Так вот, дорогие друзья, он получил 9,5. Это, ну, роскошная оценка. Вы знаете. Это как раз мейстерская уже оценка такая. С такой оценкой можно чувствовать себя в полном порядке. Юрий Крюков на втором месте пока у нас идет. Вместе с Древиным. Да, да, да. Вместе с Древиным. Он при 53-м номере у нас выступает. Они получили оба по 9,3. Ну, хорошо. Хорошо. Вот видите, как даже если мы сейчас с вами смотрим на первых шесть гимнастов, их ни одного нет в первой команде. Вот как путаются нитки. Вы знаете, я думаю, что время все расставит на свои места. Еще один очень такой любопытный спортсмен Сергей Харахордин. Ну, он уже известный спортсмен. Он обладатель ни одного титула победителя международных соревнований. И такой самый один из основных претендентов не только в сборную команду, а в основной состав сборной. Когда я говорю об основном составе, понимаете, на контрольном приеме у любого главного тренера есть там 12-15 лучших гимнастов. А ведь надо в стартовую команду только 4-5 определить человека. Как тесно, как трудно с одной стороны. В общем, тут двоякое. Сказать, ну, неужели 5 человек во всей России блестящих гимнастов не найти? Я сама этой точки зрения придерживаюсь. Оказывается, трудно. Трудно, трудно. Да, Дмитрий, мы с вами не успели еще познакомить поклонников гимнастии с тем, что как бы власть федерации гимнастии... Власть переменилась. Переменилась. Ну, я думаю, мы об этом поговорим немножечко попозже. А сейчас давайте посмотрим на повторы. Мне понравилось силовое именно наполнение для выступления Сергея. Очень-очень неплохо. Чувствуется нервозность, чувствуется, что вот где-то чуть-чуть не дотянута. Линии не очень четкие. И, ну, вы знаете, само выполнение упражнения очень-очень оставило такое благоприятное впечатление. В принципе, все из второй команды, кто выступает, выступили, скажем так, неплохо. Да-да-да. Ждем оценки. Если я не ошибаюсь, Сергей Харахордин получил высокую оценку. 9,4 балла. Приятно. Верьте, все-таки мы дождались уже таких заметных оценок за девятку. Ну, молодец, молодец. Пока он занимает у нас второе место, если равняться с табло. Да, он обошел Юрия Крюкова, но пока отстает. Ну, вы знаете, дорогие друзья, второй вид пока еще ничего не ясно. Это такой, это такой начало еще всех начал. И даже до самого последнего подхода ничего не ясно. Следующий вид, ну, скажем так, выдержки и следующего вида мы решили представить вашему вниманию. Ну, хотелось бы пока отвлечься от подготовки брусьев и хотелось бы сказать вам вообще о любопытной ситуации. Сейчас у нас первое место занимает Андрей Белоусов из Сибирского федерального округа. У него оценка 18-300 после двух видов. А вот любопытно, что второе место занимает сразу три участника. Это Александр Калабин, это Дмитрий Древин, да, и Лазарев. Лазарев у нас, Тимофей. Вот, они все, у них у всех оценка 18 и 0. Вот так вот любопытно. Так что после второго вида, ну, все, вообще ничего не ясно. Правильно. Лазарев у нас был, если я ошибаюсь, первым после первого вида. После первого вида был Лазарев впереди, а сейчас вот он разделяет вторую позицию с тремя гимнастами на равных. Ну что ж, а вот теперь давайте посмотрим уже попристальнее на брусье. Это у нас лидер после двух видов. Посмотрим, что он нам представит на наш и ваш, дорогие друзья. Ну, где-то возыскательное, где-то и нет суда. Ну, брусит такой вид спорта, ой, вид гимнастики, которую мы очень давно не выигрывали в международных соревнованиях такого самого высокого ранга. Я знаю, что тренеры сильно напрягаются, чтобы выровнить этот недостаток и подготовить хорошего гимнаста. Вот видите, он даже поворот стойкий, и вот эти лишние переступания, как я называю. Это все ошибки, ошибки и щелкаются в минусовую часть этого гимнаста. Вот здесь вот, тут даже кистями перехватился, все равно. Да, конечно, надо чисто выполнить соскок, я целиком с вами согласен. Ну, вы знаете, Лидия, ну, все-таки давайте и за чистотой все-таки последим. Обязательно. Это основа основ гимнастики, чистота исполнения. Да, простят мне зрители, такой же организм, как безарбузие, то есть безобразие. Нельзя, нельзя. То есть вот с такими мелкими погрешностями китайцы съедят и не подавятся, что называется. Равно как и те же американцы, представители Соединенных Штатов, те же румыны. Очень большая конкуренция сегодня на мировой арене, поэтому правильно сказано, что китайцы, они облизаны до нельзя, просто трудно придраться к чему-либо. Туда же можно японцев. Ну, абсолютно всех. Так, 8 и 350. Ответ на все комментарии по исполнению этого снаряда. И вот заключительное, да, двойной сальц, согнувшись в соскок. Сейчас нам демонстрируют зрителей, которые с удовольствием наблюдают соревнования по гимнастике. И человек, у которого удовольствия должно быть сейчас не меньше, но и нервов, соответственно, тоже не меньше. Это Лазарев у нас. Тимофей готовит под себя брусья, тщательно их намазывая магнезией. А вы помните, Лидия, еще те времена, когда магнезию доставали по жуткому дефициту? Ну, а дефицит, если вспомнили, вообще доставалось все действительно с большим трудом. Начиная с настила для вольных упражнений, снаряды, магнезия. Все для нас было очень сложно. Но как-то надо отдать должное вот этому высокому чувству, чувствуя спортсмена, ответственности, патриотизму. Он работал на всем, что ему предлагалось, как бы. Но зато мы были впереди планеты всей. Ну, ничто не стоит на месте. Ничто не стоит на месте. Ну, у нас не было никогда дефицита, Дима, в тренерском составе. Это у нас был золотой такой фонд. Ну что ж, Андрей Лазарев у нас на... Ой, извините, Тимофей, конечно же. Лазарев 18-0. У него пока после двух видов очень все неплохо. Ну, здесь чуть-чуть ошибся, дожимал уже из угла. Вот видите, какие трудные элементы. Сальтовый элемент обязательно надо сделать. Стойки, повороты в стойках. Это все специальные требования, без которых гимназ здесь не может составить свою программу. Стойка на одной жерде. Очень оригинальный элемент. Мало кто делает. Да, но как он быстренько убрал лапу. Как кошечка так. Боялся потерять равновесие. Молодец. Он по-хорошему так хитрит. Кстати, стоит-то он получше. То есть его болтает, конечно, ну там самую малость по сравнению с предыдущими. Я думаю, ой, ну как же это, ну зачем? Что за ошибки такие? Это вот просто непростительная ошибка, я скажу. Причем это явно спортсмен, который на брусьях много работал. Ну и, конечно, уже успел, что называется, получить по рукам. И поймать, я думаю, гимнасты меня поймут, такой термин, как градусник не один раз. Это когда делают или диамидовский спад, или поворот, когда рука проскакивает мимо бруса. Да. И ты получаешь этой жердью подмышку с такой силой. Ну это кошмар, это боль, во-первых, страшная. Вот, и отбитые, видно, бицепсы. Очень жалко меня Тимофея, потому что... Выступление хорошее. Да, и выступление он способен был претендовать на неплохую оценку. Тем более, что он представитель гимнастики из города Екатеринбурга. А тренирует его очень известный тренер, заслуженный тренер Евгений Китайский. Вместе с Кожевниковым. Да, ну вот сейчас было видно, конечно, совершенно зря он упал. Сейчас ему выставляют оценку, ой-ой-ой, 7,5, это очень мало. Все, мы его уже как бы... Мы его потеряли. Потеряли, вот так вот, вместе с вами. Ну, будем искать следующих, потому что мы предупреждали, что будем сегодня все время новых и новых. Александр Дюймин готовится выполнять упражнения на перекладине. Посмотрим, как у него это получится. Хороший перелет. Оригинальный элемент, русские обороты. Еще и в разгибе. О, как здорово, а! Здесь, пожалуй, была небольшая ошибка, линию не выдержал. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, да. Понимаете, вот эта вот серия перелетов, как бы, необходимо такие элементы показать. Там элементы близкие к перекладине, они не очень ловкие, удобные. Но их надо продемонстрировать в итоге. Продев, это как раз... Видите, продев. Я ошибся, вы посмотрите. Казалось бы, и он ошибся на этом. Ну, все, уже здесь оценки никакой будет. Наверное, конечно, будет, естественно, оценка, но она не будет способствовать никакому успеху. И приземление безобразное. Что называется, наломал. Да, да. Два с двумя. Я так думаю, что Александр именно подкосил вот это вот... Удивительно. Ну, почему такая неготовность? Все-таки это же чемпионат, это же не просто легкие соревнования. Ну, что ж, а вот у нас и обновились результаты. Сергей Харахордин из второй команды, которая сейчас будет выступать на брусьях, пока занимает первое место. Второе место занимает Юрий Крюков, 17-й номер у него. Они тоже будут выступать на брусьях. Ну, а мы сейчас с вами посмотрим повтор. Ну, казалось бы, ну, Господи, ну, продев, ну, донеси-то. И вот нет. Не получилось, что называется. Знаете, даже жаль. Конечно, этот подъем разгибом, которым он скрал свою ошибку, не будет незамеченным. Тем более, что сданы давно комбинации. Обидно. Да, и вот приземление. Конечно, два с двумя выкрутил, а приземлиться не успел, что называется. На перекладине сейчас на наш с вами суд представит свою программу Андрей Белоусов, представитель Сибирского федерального округа. Пока на перекладине что-то вот у этого потока не ладится. Неплохо. Русские обороты с разгибом. Здорово. Очень на хорошей амплитуде делает, во-первых. Качев молодец, дохватился. Чуть-чуть не перелетел. Продев, спад на 180. Итальянские обороты, как их называют. Правильно. Из-за такого непонятного хвата. Ну, как непонятного. Обратным хватом. Почему уж итальянский, я не знаю. Ну, основатели, как бы авторы. Ну, и соскок. Опа, тройной сальто. Тойной сальто и так удачно вошел. Приземление, да, что безошибочно. Ну, десятку-то ему там снимут. Ну, и прибавят. И прибавят. И прибавят. Поэтому получится... Минусный минус. Так что мы посмотрим. У Белоусова, может быть, хотя бы из предыдущих гимнастов будет повыше оценка, чем у Белоусова. А после трех видов у нас Андрей занимает пока четвертое место. Но там разрывы очень небольшие буквально. У него от третьего места его отделяет всего 50 сотых. Ну, ничего просто. Да, это ничего. Пока посмотрим на повторах. Вы знаете, мне его программа, дорогие друзья, понравилась. Объясню почему. Потому что там хватало вытянутости. Во-первых, хватало темпа. То есть он все делал в одном темпе. Во-вторых, хватало натянутости именно по линиям. И в-третьих, ну, конечно, соскок. То, что... Последнее запоминается тройное сальто, уж поверьте, это очень сложно. Ну, очень. И вот, может, потеряет он тут одну десятку, может быть, две. Да, и на два, ведь мы уже об этом сказали. Жалко, что нам не удалось увидеть Ла, этого мальчика, который выполнял тройное сальто, он уже Юрий Рязанов. Так, а оценка у него 8,1. Опять низкая. Опять низкая. Да. Еще раз напоминаю, у мужчин жесточайшее первое условие, это базовая оценка 8,4. Это при условии, что гимнаст выполнит ту формулу, которая необходима. А если не выполнена, значит, и того менее. В общем, это жестоко. Следующий спортсмен у нас на перекладине, это Александр Калабин, если я не ошибаюсь. 29 номер, так и есть. Продев спад на 360, хорошо, полуоборота на одной руке, тоже неплохо. Стараются, видно, что спортсмены сейчас в связи с новыми требованиями, с новыми правилами, добрать себе базу какими-то разнообразными элементами. Не у всех получается. Молодец, два с двумя. Почти в доскок, ну, почти, что называется, не считается. Соскок сложный. Ну, конечно, у меня из головы не идет тройное сальто предыдущего спортсмена, Андрея, конечно. Ну, не удивительно, что Калабин показал нам такую программу, потому что он находится в лучшей из лучших школ гимнастики России, Владимир, город Владимир. А первое имя этой школы или знамя школы это Николай Андреянов. Да, ну... Поэтому, чего тут уже не добавить. А Николай Андреянов в сегодняшнем новом руководстве является вице-президентом Федерации гимнастики, которую возглавляет теперь Юрий Евлампевич Титов. Да, кстати, о перестановках в Федерации, я думаю, сейчас самое время поговорить поподробнее немножечко. Да. Ну, вы понимаете... Извиняюсь, Лидия Гавриловна, я вас перебью, 84 получил. Это очень важно. Свою оценку Александр Калабин. Мы сейчас ждем следующего. Так вот, о перестановках в Федерации гимнастики. Закончился олимпийский цикл. Мы все помним о том, что успешным действительно не назовешь выступление российских гимнастов. И так как они получили оценку неудовлетворительным за выступление, то, естественно, повлекло за собой смену руководства. И вот такая фигура довольно авторитетная, сильная, на слуху каждого поклонника гимнастики, как Леонид Яковлевич Аркаев, ему было предложено покинуть этот пост. И возглавил, как бы, новый президент Федерации, ну, не знаю, вот такая вот игра слов, но старый. Новый старый. Да, новый старый гимнаст, прежде всего, он заслуженный мастер спорта, он заслуженный тренер Советского Союза. Он президент мировой гимнастики. В течение 20 лет возглавлял гимнастику мировую. Был единственным, был от Советского Союза президентом Международной Федерации. Это Юрий Евламбевич Титов. Помогают ему, или, правильнее сказать, два вице-президента. Это Светлана Хоркина, небезызвестная, заслуженный мастер спорта, очень титулованный гимнастка. И Николай Андрианов. Как вы слышите, довольно мощное, авторитетное, такое спортивное представительство, которое возглавляет Федерацию гимнастики. Тем временем у нас закончил свое выступление Тимофей Лазарев. Не сказать, чтобы оно оставило совершенно неизгладимое какое-то впечатление. Да, нормальная программа, ровненькая. Но вот, обратите внимание на повтор. Ноги там от плоскости разведены. Дожимал себя руками на оборотах. Не очень чистое. Не очень чистое попросту. Ну что, восьмерку он получает, и я думаю, что это абсолютно справедливо. Да, и соскок хорош. Но тут непонятно, не то прогнувшись, не то в полугруппировке. Как-то так вот, не рыба, что называется, не мясо. Да, это бывает. Вот как хочешь, так судья и относись к этому. Вот и восьмерка. Вот его красная оценка. Ну что, сейчас, благодаря нашим, и не только нашим, в первую очередь, конечно, усилиям нашего режиссера и нашего редактора, мы с вами увидим выступление на брусьях второго, пока после трех видов по рейтингу, не безызвестного абсолютно Юрия Крюкова. Уж поверьте на слово, это не брат Николая Крюкова, нашего совершенно заслуженного гимнаста. Но молодец, и на Олимпийских играх показал себя очень неплохо. Так вот, вот и Юрий Крюков. У него программа на брусьях очень хорошая, потому что он как раз такой силовой гимнаст. У него, она была вылизанная, насколько я последний раз его видел. Сейчас посмотрим. Да, вот только мой мой комплимент, что он облизанный, вылизанный, да? Он взял и носочки, взял на себя, это как-то заметно стало. И получились у пушки такие. Да, и, знаете, вращение вперед, он опять, у него не слушается подъем, ну, носочки. Как у нас в гимнастике называется, это оттянутые и колени, и ступня должна быть оттянутой предельно. А в досках встал, вот обратите внимание. Прекрасно, ну и что, молодец. Он-то ведь мастер спорта международного класса. Вы сами сказали, что довольно известный. Да, Юрий Крюков, он уже столько имеет за собой, такой большой опыт выступления, что как бы удивляться тому, что он что-то умеет, даже неправильно. Странно. Да, странно. Он действительно умеет, и немало умеет, и давно пора ему не просто кое-как, а быть в лидерах основателя. Сейчас подождем оценку. Я так думаю, что навряд ли, конечно, будет слишком большой. Вот сейчас... А вы знаете, я на свое счастье ошибся. Обратите в него, Элит Горел, на девятка. Вот прекрасно. Мы уже радуемся сегодня, обратили внимание, мы радуемся оценке, когда в первом наборе цифр появляется цифра 9. Это уже говорит хотя бы о хорошем уровне. Ну да. Ну и вот, судья-информатор подтверждает наши слова. Девятка. Чем больше вы знаете о Мобил-1, тем лучше для вашего автомобиля. Мобил-1. Главная деталь в вашем автомобиле. Ну что ж, один из моих любимых видов, исключая, конечно, я никогда не скрывал своих пристрастий к вольным упражнениям, как у женщин, так и у мужчин. Ну вот, это, пожалуй, второе у меня по любимости, если можно так выразиться, вид гимнастического многоборья. Один из перспективных гимнастов, один из самых, Лидия Гавриловна, я думаю, со мной согласится, перспективных гимнастов сейчас будет выступать именно в упражнениях на каньямахе. Это у нас Юрий Рязанов. Да, мы когда беседовали до начала соревнований со старшим тренером сборной мужской команды Евгением Николко, он предупредил, что у него сегодня результаты не ах какие, но надежда на него есть, и он за ним очень внимательно следит. Я еще раз хочу вас настроить на такой лад, что действительно мы с вами сегодня не видим такой, не видим даже шикарной высокого уровня подготовки самих гимнастов, потому что это первый старт, и как бы многие обновили свои программы, и, конечно, волнения особо большие у молодежи, которая рвется вперед, а еще стабильности не хватает. Ну вот посмотрим на этот контрольно-пропускной пункт, снаряд, который называется коньмахи. Вот Юра начал свою программу. Круги двумя, переходят на тело. Походы по телу коня, неплохо. А, там потерялся, сейчас упадет. Нет, нет, чуть-чуть разогнался, да. Ну, конечно, это очень слабый такой уровень получился. Опять обратная проходка, переход на ручку, круги на одной ручке, очень сложный элемент. Да нет, вообще виртуозность такая требуется от спортсмена, невероятная координация. Вы знаете, мне кажется, немножечко сыроват пока. Конечно, сыроват. Это прям правильное самое слово. Потому что, видите, он и хлюпковатый, и он такой еще тонкий, длинный, еще юниор. Понимаете, вот все-таки он еще обрастет мышечной массой. Обрастет опытом. Опытом, массой, да, тренированностью. И вообще всем-всем-всем. И, глядишь, будет хорошим гимназмом. Ну, а сейчас, я думаю, мы, во-первых, посмотрим, сколько им поставят. А я попрошу тем временем режиссера нашей трансляции, Дмитрия Ястребова, после вот этого замечательного повтора переключиться на брусье, где сейчас будет выступать лидер наших соревнований после четырех видов. Антон Голоцутков, небезызвестный, естественно. Вот видно, разножка с поворотом. Нет, чуть-чуть сыроват. Вот чуть-чуть и носки не дотянуты. Нет, ну, я бы сыроват. Ну, ничего, если уж главный тренер мужской команды обратил на него внимание, то, я так думаю, это не просто так. Это не просто так. И потом, он на вольных упражнениях единственный из всех выступающих показал тройной сальто в группировке. Это забытый нами элемент, который давал большой плюс. Ну, что ж, сейчас, если получится, мы перенесемся на упражнения на брусьях. Вот и наш лидер, небезызвестный Антон Голоцутков. Тем временем, оценка Юры была 8,2, если я не ошибаюсь. Да, 8,2 он получил. Ну, посмотрим. Антон Силовик, это его должен быть вид. Молодец. Диамидовский. Еще один в темпе, уже на предплечье. Это разный элемент, и оцениваться по-разному. Безусловно, разный элемент. Любое другое исходное или конечное положение уже называется. Ну, стоять. Ну, молодцу. Хорошо. Но я бы сказала, все равно не хватает элегантности. Для того, чтобы получить максимум, максимум нужно так много. Нужно быть немножко артистом. И артистом надо быть, да. Я знаю, в перспективе такие требования будут, особенные требования, знаю, потихонечку. Уже и кулуарно-гимнастическое сплетение. Ну, артистичность надо повышать, безусловно, требовать. Я должна заметить, что раньше, почему такая была богатая школа советской гимнастики, очень много уделялось внимания хореографической подготовке не только в женской части, но и в мужской части. И мальчики занимались хореографией. Как бы это немножко так подзабыто, стерлось. И быстро налет не нужно пирать. Ну, да, все новое, это нехорошо забыто старое, как говорил Андрей Кнышев. Ну, вот со скок. 8 650 получил Антон Балацутков. Немного, но там, с другой стороны, и программа была не очень сложная. А у нас на брусьях и не было более высоких. Нет, девятку мы помним. Ну, она была... Да, да, да. Ну, во всем случае, это редкое явление. Ну, и вот мы быстро перенеслись обратно на Коймахи. Это уже представитель Москвы, Александр Калинин. Ну, московский... Гимнастика, я думаю, Лидия, вам здесь и карты в руки. Карты в руки, все-таки мы проводим соревнования в Москве. И кому никак не в Москве диктовать вообще моду в гимнастике. И вот он, собственно, гимнаст, который является учеником таких ведущих тренеров, как Ульянкина, Забелина. Это имена подготовили не один раз, ни одного гимнаста в сборной команды. И как бы ему надо было еще мощнее, еще лучше представлять лицо московской гимнастики. Вот сложный элемент. Очень. Да вообще на коне очень сложно. Дима, вы же знаете, как это сложно. Все? Ошибся? Нет. Он закончил выступление. Он решил не заканчивать традиционно. Ну, эффектное какое-то. Ну, как-то вот так вот пробежался, что называется, с такой тарелочкой. Три оборота. И все, и сошел. Ну, не знаю. Концовку, конечно, надо делать эффектней. Хотя по той простой причине, что концовка всегда запоминается. Да, да, да. И это убеждает судью, когда вот он мучается поставить на одну десятую больше или меньше на тех же пять сотых. Так надо эффектно четко приземлиться, чтобы заставить судью поднять оценку. Ну, вы знаете, Лидия, тут еще многое зависит от вредности. От степени вредности судей. Обязательно. Ну, такая концовка, конечно, это не слишком выразительно. Жаль. Вы знаете, жаль. Ну, вот мы видели с вами представителей московской гимнастики. Ну, московская гимнастика сейчас, может быть, я думаю, что это не будет ни для кого тайной, переживает некий спад. Пока, по крайней мере. Ну, может быть. Ну, мы с вами дождемся женской гимнастики, может быть, там нас порадуют девочки. Там нам будет немножко счастья. Да. Следующий участник у нас под номером 53. Дмитрий Древин. Вообще Древин как бы... О, видите, сразу стиль какой работает. Высокая посадка, да. Вот. Чем он отличался? Я все время знала, что он коневик. Ну, посмотрим. Особенно сейчас вот после Калинина, да, мы смотрим, сразу видно на порядок выше уровень подготовки. И обратите внимание, круги на одной ручке. И как он их делал. И запросто. Единственное, пожалуй, была ошибка у него. Это, конечно, касание перед заключительным элементом тела коня ногой. Если бы не это, то, пожалуй, программа, можно было сказать, что выполнена безукоризм. Ну, практически. Ну, безукоризм тут никогда не... Обязательно вот как... Не, ну, конечно. Вы сказали, вредный судья что-нибудь найдет. Судьи найдут, к чему придраться. Да, да, но все-таки... Посмотрим. Хорошая проходка. Ручка тела, ручка тела. Мне нравится, мне понравилась у нее посадка, во-первых, как он вытянут по линии. Высокая посадка, можно так сказать? Можно. Потому что он как бы не облизывает тело коня своим собственным телом. Да. Ну, и сама линия, как он продевает... Хорошая, хорошая, да. Как он подает тело. Круги, как он успевает вытягивать. На широком радиусе, это всегда, конечно, смотрите. Вот она, вот она, ошибка. И довольно неприятная ошибка. Да, тут, я думаю, судья не задумываясь, снимет десятку, а то и две. Две это точно. А то и две. Касание тела это не самое лучшее, что можно себе придумать с точки зрения композиции. Ну, в общем, на самом деле, сделал без грубой ошибки и молодец. Ну, что ж, только что начал выступление на перекладине представитель лидирующей группы. Пятый номер стартовый. Борис Станогин. Абсолютно верно. Ох ты! Шикарно это ему удалось выполнить. Вот здесь опять продев немножко зацепил на одной руке. Оборот с поворотом на 180. Штальдер вперед. Штальдер, спад на 360, итальянские обороты ушел. Еще проходка на 360. Знаете, сложная программа, как он ее набил элементами. Ах ты! Вот здесь вот, конечно, грязь появилась, если понятно это выражение. Он при исполнении сальто прогнувшись с винтами, да, он очень не разбросал ножки, колени не вытянуты, носочки не вытянуты. Я все время говорю, не только я, конец делу венец, да, вот здесь как-то появляется сразу такая ненужная грязь, которая впечатляет судей. Ну, знаете, меня впечатлила по-хорошему его программа. То есть, во-первых, выполнена на неплохом уровне. Да, потенциально светло в нем хорошее. Чего не хватало, так это, пожалуй, не хватало, я думаю, леди, вы согласитесь, перелетов. Один, но сложнейший. Это я всегда люблю. Супер Е, там Супер Е, скорее всего. Да, вот такого элемента еще бы не хватало, наверное. Может быть, немножко. Но как материал, как вариант, вот так, на которого можно обратить внимание, и, наверное, из которого можно лепить хорошего гимнаста, абсолютно точно, что он представляет из себя интерес. Абсолютно с вами согласен. Сейчас показывают те самые итальянские обороты. Работа кистей здесь очень... И накладки, видите? Это жизнь гимнаста, и накладки. Ну, с другой стороны, я, равно как и не один день, не один год общался с гимнастами, я помню, какие руки там, несмотря на все накладки. То есть там просто корка желтая, такая большая-большая. Корка, это ее не избежать, но цена накладки, да, появляется в том, что она еще удерживает на снаряде, потому что там такая петля образуется, которая помогает удержаться, да, вот при этих всех вращениях, оборотах. Ну что ж, дорогие друзья, после пятого вида пока лидирует у нас все тот же Антон Голосуцков с оценкой 44,950 сотых. Второй пока Юрий Крюков, 44,450. Отрыв полбалла. Кто-то скажет много, а кто-то скажет мало. Я скажу как... Ну как уж, позвольте считаться неким специалистом. Колюш, комментирую, что полбалла это много. Это всегда много. На, допустим, на Олимпийских играх, на чемпионах мира это непреодолимое расстояние. Тебе никто, ну, если, конечно, сам не ошибешься, не даст его ликвидировать. А третий пока у нас Харахордин. Он у него 44,1. Тем временем у нас начал выступление, свое выступление на вольных упражнениях. Харахордин Сергей, как раз на него и обратим внимание. Хорошо выполнил первую линию свою. Два с двумя винтами. Это весьма сложный акробатический элемент. Конечно, у него сейчас коленки должны дрожать, потому что он видит себя на табло, видит себя на третьем месте. Конечно, ему хочется где-то зацепиться за призовую тройку и пожелаем ему успеха. Вы знаете, Лидия, а вы сами часто смотрели на табло, когда сами выступали? Всякое было. Всякое было, но все равно как-то... Нет, ну, преимущественно, безусловно, следишь за собственным выступлением, не особо обращая внимание на своих конкурентов. Но все равно же как-то взглядом скользнешь и заметишь, где твоя фамилия, ниже, выше, дальше, ближе. Небелькнет ли в троечке? Да. Рандат Фляк, молодец. Двойной с винтом, согнувшись. Хорошо. Молодец, он как раз, я думаю, удержится. Осталось у него впереди только Юра Крюков и Антон Голосуцков. Ну, вы знаете, его очень хорошо подпирает Дмитрий Баркалов, он от него отстает, но все равно на 50. Вот он сейчас, видели, товарищ зритель, как он смотрел внимательно, изучал табло, что же, как бы ему сейчас 3500, тренер его показан был. Опять же, Кузьмин там тоже рядышком, Тимур всего от него в одной десятке. Да, очень близкий там. Там очень плотные результаты не угадаешь. Посмотрим на повторе. Вот здесь, молодец, все сделал, соединить бы еще ноги до кучи, что называется, было бы совсем неплохо. У меня сложилось впечатление, что он наошибался, то есть на, ну, просто грязи, что называется, налил, Сергей. А там, где не надо, он самые сложные элементы выполнял неплохо. Да, 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 но это часто явление. А на простых, то есть, вроде бы, да, конечно, я это умею, разумеется. Конечно, я могу сделать это чисто. Ну, как-то вот... Вот я это всегда объясняю тем, что они очень сосредотачиваются на исполнении трудного элемента и как бы контроль снимают на ерунде. А вот она там его и подлавливает. Дмитрий Гоготов у нас тем временем выступает на вольных упражнениях. Первая связка неплохо. Ну, как-то без натянутости излишний. Переворот. И двойной перейдет вперед. Ну, хорошо. Ну, он приятный мальчик. Он, как мы с вами выражение уже употребили, срочью. Юный, заметно еще юный, не обрушивший массой. А вы знаете, вот этот элемент требует, во-первых, силы совершенно... Координация высокая. Координация. А он сделал два раза, он два раза переходил в стойку, два раза обратно уходил в крови двого сала. Хорошо. То есть, с координацией там все в порядке. Ну, как у любого мастера. Да, да. По спортивной гимнастике. Ну, Дима Гоготов, в общем-то, в мальчуковом выступлении 87-го года рождения, это еще молодой мальчик. Ну, я думаю, справится с ним тренерский состав, его справятся и доведут его до более высоких результатов. Ну, вот закончил свое выступление, я не думаю, что там оценка будет сильно высокая, хотя бы по той причине, что база там явно не десятка. Да, не десятки тут почти ни у кого нет. Дима, у нас на Олимпийских играх выступали в сборной наши ведущие, не располагала 10-больная базовая стоимость. А мы хотим у этих мальчишек увидеть сегодня. Не, ну, на самом деле, чемпионат России это все-таки еще и не демонстрация резервов того, что мы будем иметь в самое ближайшее время. Да, да. А мне вот больно слышать, Дима, вы знаете, потому что раньше, что такое чемпионат страны, это был, ну, сложнее сложного. Если ты здесь отобрался, уже считай, да, уже ты впереди планеты. Планета всей. Ну, тогда еще гимнастика была несколько другая. Ну, конечно. 8,75 получает Дима. Ну, вы знаете, это близко к девятке. И по такому выступлению я думаю, что это нормально. Я думаю, что это нормально. Следующий у нас также один из кандидатов на первое место как раз Юрий Крюков. И во многом от того, как он сейчас выступит, будет и зависеть, сумеет ли он ликвидировать свое отставание в пять десяток или не сможет. Ну, вы знаете, на вольных такое расстояние ликвидировать очень тяжело. Два с половиной первой это на темп. Так. Одной ногой за ковром. Две десятки отдай и будь любезен. Темп. Полтора по первой это. Хорошо, по первой этому идет. По первой этому, а по приземлению сплошные ошибки. А вот я сейчас задумывался. Только что мы смотрели сейчас на Диму Гогутова, да? Между ними почти девять лет разницы. Это целое гимнастическое поколение, во всяком случае. А то и не одно. Еще не одно, да. И, как бы, мне в этом плане хочется Юре-то сказать, чтобы он вполне уже мог бы без такого шороха, ну, таких заметных ошибок выступать. Потому что прокатал он эту программу, ну, сотни раз. Не только в тренировочных, в тренировочных тысячах, а на соревнованиях. Поэтому, конечно, должен уже здесь-то хотя бы легко выступать, непринужденно. Не бояться еще таких мальчишек, как Гог, рядом выступающий с ним. Конечно. Но, с другой стороны, всегда надо чувствовать, что такие молодые волчата уже дышат тебе в спину и жаркое дыхание обжигает. Этим и силен спорт. Красив и интересен. А, Юрты, на самом деле, выступил не очень хорошо. Это, конечно, нет. По крайней мере, мне выступление его понравилось не слишком. Объясню, почему. Хотя бы по той причине, что... Ну, в повторах это будет видно. Не было четкой фиксации, во-первых, во всех приземлениях практически. То есть, и вот эта мелкая грязь, она столько тебе, у тебя десяток съест, что, боже мой. Двойное сальто. Элемент, который умеют делать просто все. Одной ногой вышел. Это просто не дело мастера, потому что правильно было замечено, что двойное сальто – это уже база, как бы все-все это делают. И не рассчитать разбег и линию всю, чтобы не выйти за черту. Знаете, сейчас мы смотрим оценку. 8,65. 5. 8,65 он получил. На ваших экранах на данный момент лидер соревнований в многоборье. У гимнастов, у мужчин. Антон Голотоццков, упражнение на перекладине. Пока он первый, и если ничего не случится, такого, ну, два падения, три падения, то я думаю, что он может остаться первым. Пока молодец, не делает лишних движений на перекладине. Продев, спад на 360. Вот уже ошибся. Ага, немножко. Молодец, он пытается их маскировать, но это от опыта. Но судьи-то все равно все видят. Вот еще одна. Должны видеть. Решил не усложнять, два с двумя, досколько стать не удалось. Ну, нет, какая-то такая, вернее, черновое исполнение, мне показалось. Вот не как чемпиона поставить точку, а как-то так вот, лишь бы не упасть, а потащить до конца. Вспоминая олимпийское выступление Алексея Немова, куда там, ну, куда, ну, зачем. Посмотрим, подцепился немножечко. Неплохо. Ушел в итальянские обороты, перехват. Знаете, сложная наполненность именно работы руками. Обратите внимание, у него постоянно вот эти смены хватов на перекладине. Ну, это не только у него, это все гимнасты должны выполнить. Потому что надо показывать повороты как бы в стойке. Ну, в общем, у него-то это получилось, хотя, во-первых, база была невысокая, во-вторых, оценка, та, которую он получил, 8,3, ну, о чем мы говорим. Скромнее нельзя. Ну, о чем мы говорим. Ну, скромнее только можно было бы еще, на кучу туда и упасть. Так что 8,3, это, конечно, для него глава там. Но сам выступил, сам и получил. Да. Ну, что ж, дорогие друзья, мужская часть соревнований уже завершена. Ну, я думаю, что не погрешу против истины, сказав, что у нас результат более чем был предсказуем. Антон Глацуцков с небольшим, правда, отрывом, но все-таки занимает первое место. Юрий Крюков стал вторым, а бронза 13-го чемпионата России ушла к Сергею Хрохордину. Ну, что, а на этом трансляция наша подходит к концу. Для вас сегодня работал Дмитрий Бобцов и Лидия Иванова. Любите гимнастику. До встречи на женской гимнастике. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать, добро пожаловать обратно в спорткомплекс Олимпийский на 13-й чемпионат страны по гимнастике. Сейчас у нас женщина уже поборется за звание абсолютной чемпионки или чемпионки в многоборье. И начнем мы с группы сильнейших. Начнем мы с опорного прыжка. В группу сильнейших, в первую команду лидеров, ну, если так можно выразиться, входит Анна Павловна, Юлия Ложечко, Ксения Афанасьева, Наталья Зиганшина и Елена Замолочкова. Все имена на слуху, что называется. Надежда Чихирева, Елена Кокарева и Алена Змеу. Так, как попытно. Ну что, и сейчас уже вторая участница у нас, Елена Кокарева, прыгает. Посмотрим, что у нее с опорным прыжком. Ага, рандат фляг, полповорота и сальто назад согнувшись. Ну, так, прямо скажем, не очень плохо, не сильно выразительно, так скажем, не такая фаза полета. Все-таки обратить внимание надо всегда на вторую часть, преимущественно на вторую часть после коня. Если она развивается в высоту, в длину полета, то это, значит, удался прыжок, потому что она, значит, правильно вошла в толчок руками на коня и получается прыжок. У нее было так относительно ровно все. Ну, к сожалению, именно относительно. Ну, потому что, во-первых, она не дотолкнулась, это сразу говорит. Ну, естественно, поэтому не получилось развития прыжка большого. Ну, тут уж ничего, что называется, не попишу. Кстати, вот за таким началом с места в карьер совершенно забыли представиться, извините, пожалуйста, дорогие друзья. Для вас сегодня работает комментатор телеканала «Спорт» Дмитрий Бобцов и олимпийская чемпионка. Человек, который в гимнастике знает, ну, не сказать так же, но знает просто многие. Многие, если не все. Лидия Гавриловна Иванова. Здравствуйте. Ну, сейчас мы уже наблюдаем с вами следующую гимнастику на прыжках. Да, это у нас... А это как раз Алена Змео. Вот Алена Змео. Если я вам назову город, из какого города она, то просто... Дива даешься. Хантамансийский край, город Коголым. Очень там молодые тренеры работают, и прямо так хочется их поздравить с успехом. Девочка еще совсем юная, но попала на такой высокий уровень соревнований, как чемпионат России из далекого-далекого Хантамансийского края. Поздравить с этим ее хочется. Прыжок-то сложный. Да. Там, конечно, к техническому исполнению большие вопросы, а к приземлению еще больше, хотя бы по той причине, что... Ну, во-первых, топтаться на приземлении не надо. Ну, всегда сложно, когда... Да, и приземление, и скорость, надо все погасить, суметь сориентироваться, встать на ноги. Это очень трудно, извините, Дима, потому что очень кратковременный прыжок сам по себе. Ну, надо так много успеть, повернуться, плоскости показать, все вращения и четко приземлиться. Это сложно. Ну, вот у нас на экране уже Елена Замолодчикова, ее как бы и представлять особенно не надо. Да, кто не знает двукратной олимпийской чемпионки. Заслуженный мастер спорта. Ну, и уже постоянно, давно прописавшись, скажем так, член сборной команды. Рандат Фляк. Хорошо. Да, хорошо, но еще, конечно, до той, еще былой, как она умеет абсолютно прекрасно показать прыжок, чуть-чуть бы не хватало вытянутости, такой вот, частоты прыжка. Что такое там? Мне показалось, что она прихромовать начала. Ну, у нее поваливает голеностоп. Ну, так бы сказать, у всех какие-то есть мелкие болячки. Да, вот хорошо. Чуть-чуть колени были согнуты. Вот и все. Сегодня только один прыжок. Они не имеют права даже, как бы, на ошибку, на поправку. Недавние абсолютно времена, когда давалось две попытки на прыжках. Теперь приняли уже, правда, второй цикл, что одна попытка на прыжках. Вот как тебе удалось, так уже и пиши жалобы на себя. А оценка очень высокая у нее. У нее 9,4. Для сегодняшних соревнований, типа. Да, для сегодняшних соревнований, понятно. Да, потому что мы вообще не видели такой оценки, 9,4. Видели мы. Она умудрялась и 9,8, и 9,9 получать. И может получить. Но мы очень радуемся за то, что Лена выступает, украшает своим выступлением. А вот сейчас, смотрите, сидит в центре такого главного судейского стола, в бежевой рубашке, это Андрей Федорович Родионенко. Это как раз тот человек, который с сегодняшнего дня, как говорится, возглавил гимнастику России. Он ответственный. Главный судья в мужской части и в женской части. Андрей Федорович, как многие знают, 15 лет отсутствовал в России. Но это совсем не значит, что он отсутствовал в мировой гимнастике. 7 лет он руководил гимнастикой в Австралии и 8 лет в Канаде. Ну что, у нас к прыжку готовится сейчас тоже очень известная наша спортсменка Наталья Зиганшина. Лидия, как Вы считаете, имеет смысл действительно делать в будущем так, как сделали сейчас? То есть только один прыжок, а не два? Это так жестоко, мне кажется, так честно сказать. Потому что девчонка вообще непредсказуема не во всем, не только в гимнастике, а везде. Так, молодец. Молодец. Ну для нее это уже, я бы сказала, не прыжок, потому что она с ним уже демонстрирует свое мастерство не первый год. Мне кажется, вот если чуть-чуть не удался прыжок, то и уже нет возможности поправить. И из-за этого может измериться ее общее место в многоборье, да? Да, но как-то вот так вот поступили. Ну, во-первых, это затягивает соревнования. Две попытки отменили для такой зрелищной стороны увеличить зрелищность гимнастики. Ну и, в общем-то, честно говоря, уже попривыкли. И гимнасты попривыкли, и мужчины, и женщины к одной попытке. И вот сейчас мы видели, Наташа провела довольно сложный прыжок, но небольшую ошибку допустила при приземлении. Не удалось встать в доскок. Да, 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 да. Вот это слово доскок всегда мне, гимнастам непонятно, да? Мы говорим, а какой четкий доскок, и значит, четко она приземлилась. А само слово доскок доскочило как бы, да? Да, 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 абсолютно с вами согласен, потому что мне, как акробата, все-таки в большей степени... 8,850, кстати, оценка Натальи Зиганчиной. Ну, потому что базовая стоимость этого прыжка, они так высока. Так как мне и мы в свое время привыкали говорить в точку. Правильно, понятно, в точку. Ну, вот как-то доскок прижилось. Следующая у нас участница. Хорошо, сложный прыжок. Чеширева, да? Это москвичка. Она из... сейчас, к сожалению, все школы под номерами, 51-я школа, но я вам скажу так, по району Москвы, это Первомайский район, бывший. Вот она в той стране работает, там давно-давно, специализированная школа по гимнастике. Вот уже выходец, она тоже на большой уровень, девочка юная, она 91-го года, это совсем юная. Я должна сразу напомнить, что к Олимпийским играм, которые готовятся выступить в Китае, в Пекине, крайний возраст, это 92-й. Значит, у этой девчонки все предпосылки войти в команду. Ну, а почему нет? А почему нет? Почему нет? Можно. Так, Юлия Ложечка у нас следующая. А Надя получила только что 9 350. Вот это тебе, Чеширева, да. Молодец, молодец, Чеширева. Ну, а Ложечка Юли тоже уже такая нашумевшая, она уже чемпионка Европы в отдельных видах. Это заметная гимнастка, длинноногая. Опа, ну прыжочек она очень легкий прыгнула, он очень недорого стоит. Очень недорого стоит, но может быть... Берет, полтора сальта вперед, согнувшись. Да, да. Но, вы знаете, здесь уж кому-кому, так точно не мне объяснять, что здесь можно пойти двумя путями. Да, да. Взять сложность. Взять сложность. И потерять. И рисковать именно падением. Или взять прыжочек попроще, но вылизанный. Да нельзя. Ну, можно. Но кто не рискует, тем более мы тоже знаем, что это такое. Ну да, кто не рискует, у того и медалей не бывает, как правило. Да, да. Тут приходится волей-неволей рисковать. Следующая у нас будет прыгать Аня Павлова. Она уже готовится к прыжку, но тоже гимнастку представлять не надо. Да. Ну, хотя... Хотя... А кого у нас в составе нашей сборной надо представлять сейчас? Ну, пожалуй, никого. Шесть и... А, нет, восемь и девять. Я думал, глаза обманули. Действительно, обманули. Восемь и девять, близко к девятке. Ну, вот, небольшая сложность, поэтому и такая оценка. Анна Павлова пошла уже на разбег. Опа, опа. Эх, аня. Вот нарисована Молотейна показывает, да. Великая гимнастка. Ну, одна из столпов нашей гимнастки. То есть те... Тот человек, который стал легендой при жизни. Да, да. Ну, вот, видно, что ноги перекрещены, да, так вращаться немножко. Вот сейчас мы имеем с вами шикарную возможность сюда на повторе видеть, чего не видит судья. Но, к сожалению, все вместе с вами заметили неточности исполнения. Все это будет учтено. Ну, тут уж ничего не сделаешь. Оглядывается, оглядывается, ищет глазами, как мы уже в предыдущей трансляции говорили, ищет глазами свою оценку. Вот там видно какие-то еще сложности с видосуставлением. Ну, вот оказывается, вот наша пока еще юная коллега, возможно, будущий мастер спортивного репортажа, оператор. Ну, почему бы и нет. Ну, гимнастика нуждается в таких мальчиках, девочках, которые входят в зал. А вы знаете, люди, я вас... 9-475, да. Да, 9-475, пока они первые. Ну, за приземление в основном были ошибки, собранные на приземление. А так-то это же Павла... Да, и перекрещенные ноги в воздухе попробуй еще завить. Завить. Ну, она сумела это сделать, с этим она справилась. Ну, это называется все ошибки по исполнению, да. Вот одна десятая за перекрещение ног, одна десятая за изучение приземления, там, еще за что-то, еще за что-то. И вот вам набрали, и кто-то из судей открыл 9-5, кто-то 9-45. В среднем получилось 9-475. Это достаточно высокая оценка для того, чтобы сегодня постараться отстоять свое место. Первое. Первое. Ну, что ж, дорогие друзья, мы с вами по-прежнему в Олимпийском, по-прежнему чемпионат России по гимнастике. Следующий вид уже начался, и это... В данный момент мы с вами будем наблюдать разновысокие женские брусья. Пока что, пока что после первого вида у нас лидирует Аня Павлова, у нее 9-475. По пятам, буквально в затылок ей дышит Елена Замолодчикова, 9-4 у нее. Ну и третье, Надежда Чехирева, у нее 9-350. Сейчас посмотрим за выступлением Елены Замолодчиковой на разновысоких брусьях. Вообще, прямо скажем, это не ее конек. То есть, или у нее конек это опорный прыжок, вольное упражнение, но все равно. В многоборье выступление такое никто не отменял. Хорошо. Ножки-то свести, конечно, надо было бы. Оборот назад на нижний жертвый. Ну вот как раз обязательное требование о том, о чем Лидия уже говорила, что нельзя постоянно работать на одной жарбе. И двойное сальто углом в соскок. Не самая сложная композиция. Но она уже умеет делать и пиро с задней, просто, наверное, сегодня такое задание у нее было. Ну, Лена у нас все равно при всех своих там любимых, нелюбимых видах является многоборкой. И, как правило, она борется за абсолютное перенство. Вот, хорошо. Поворот на 360 прыжком на верхней жерде. Перелет ткачевого назад, да. И перелет на нижнюю жерде. А с этого плана еще и здорово видны ошибки. Ноги насладить. И подъемы расходятся, но как бы не слишком хорошо, прямо скажем. Стой! Да, 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 да. Подъем разгибом. Ну, это тот элемент, где ошибиться, конечно, можно, но тяжело. Переход на верхнюю. Сейчас большие обороты. И уже близится соскок. Соскок получился. Ну, двойной сальтоуглом для спортсменки такого уровня. Не так сложно. Прямо, скажем, да. Ну, совсем не сложно. Ну, посмотрим. Основная борьба, ну, мне кажется. Сейчас впереди. Я не знаю, конечно, да. Во-первых, впереди. Во-вторых, Елензе Молодчикова, конечно же, будет бороться с Аней Павловой. Ну, Аней Павловой тоже нельзя сказать, что брусь это коронный снаряд. Она здорово на бревне работает. Ну, собственно, все увидим чуть позже. Очередная у нас участница готовится сейчас. Чехирева Надежда. Да, Надя Чехирева готовится начать свое выступление. На брусьях. Обратите внимание, какая ростом невеликая девочка. Она даже ниже нижней жерди. А теперь посмотрим, на какой амплитуде она отработает. Посмотрим. Отмах стойку. Поворот сразу на 360. Перелет на верхнюю. Но немного подсогнула. Подсогнул руки и заметили остановился темп. Конечно. Сразу теряется скорость и все. В обратном хвате обороты. Большие все завязалось, девочка. Вот тебе Чехирева. Представительница московской гимнастики. Мы ее похвалили с вами на прыжках. Но здесь ей явно не удалась программа. Да. Это при том, что она шла на втором месте. Ну, совсем. Вот здесь обрыв темпа. Жалко очень. Жалко, потому что я знаю, сколько трудились. Сколько они повторяли. И сейчас, к сожалению, ей не удалось. Но на то, Лидия, я целиком, во-первых, с вами согласен. А во-вторых, на то есть соревнования. Ну, да. Здесь и проверяется ее морально устойчивая такая подготовка. Да, да. Здесь психологический фактор очень большой. Тут, если, что называется, не пошло, если ты сам себя не смог настроить нормально на выполнение, именно вот выстрелить в нужный момент. Потому что, ну, всем все ясно. Все работают на тренировках, никто там не халявит. Если, ну, если человек собирается выступать на высоком уровне. Нет, ну, надо сделать еще скидку. Она совсем юная. 91-й год. Это самые юные гимнастки на этом чемпионате. Так что у нее есть еще время для того, чтобы проанализировать вместе с тренером свои ошибки, неудачи. И пойти в бой. Ну, да. У сборной команды теперь есть четырехлетние циклы для того, чтобы... Собственно, данный чемпионат страны, он, ну, что, первый после Олимпийских игр. Да, он открывает новый Олимпийский цикл. И вот сейчас на ваш суд, дорогие друзья, собственно, выносится наш ближайший резерв. То, чем мы располагаем. Да, то, что у нас есть сейчас. В наличии в спортивной гимнастике. Ну, сейчас уместно будет сказать о том, что этот цикл открылся еще и смены руководства в гимнастике. Да, да, да. Возглавил ее Титов, заслуженный Юрий Влампич Титов, заслуженный мастер спорта. Он неоднократный и абсолютный чемпион, и чемпион мира, и Олимпийских игр. И заслуженный мастер спорта, и заслуженный тренер Советского Союза. И в течение 20 лет возглавлявший Международную федерацию гимнастики, являясь ее президентом, одновременно, конечно, руководил и советской гимнастикой. Сейчас, значит, он вернулся по руководству российской гимнастики. Помогать ему будут Светлана Хоркина, вице-президент, и Николай Андрианов, вице-президент. Дальше в роли главного тренера мужской и женской сборной это Андрей Федорович Родионенко. По мужской части старший тренер Евгений Николко, и по женской части старший тренер Виктор Гавриченко. Все сейчас они у нас здесь присутствуют, все внимательно смотрят. Вот так же, как вот эти девушки. Да, стараясь. Вот, пожалуйста, мы увидели Юрия Влавовича Титов в сером пиджаке рядом. И рядом находится главный судья по мужских соревнованиям Валерий Кирдемиледи. Судья международной категории с сумасшедшим большим стажем. Если я вам скажу, 20 лет, наверное, уже 30 лет он является судьей. Юлия Ложечка тем временем начала только что буквально свою программу на разновысокие брусы. Кстати, какая длинная девчонка, длинноногая. Это, с одной стороны, это очень смотрится хорошо. С другой стороны, работает сложнее. Но ей справиться с собой труднее, конечно. Вы знаете, пока, пока побоюсь глазить, пока мне нравится, как она работает на хорошей амплитуде. Ну, всегда, длинноногая спортсменка, она всегда выгодно смотрится. Конечно, конечно. Она имеет преимущество сразу. О, как здорово она сделала этот перелет с поворотом на 180. Ну что, соскакивать будет? Конечно. Два угла. Ох ты умничка. И все. Так все чистенько, четко. Как приклеили. И как бы, да. И неплохо, прямо скажем. Я думаю, уже оценка 9-бальной должна быть. Ну, судим тут уже и дней. Хотя, вам, как судье с многолетним стажем, я так думаю, что... Ну, я, конечно, иногда в состоянии измерить, но, честно, должна признаться, что слишком высокие требования сейчас судейства. В каком плане надо учесть? И трудность, и исполнение специальных требований, и всякие надбавки за связки, за элементы, за отсутствие того или другого. Недаром их сидит 6 человек, и каждый... И каждый занимается своими делами, что называется. А мы так с вами сверху, как мы, находясь среди зрительской аудитории, имеем возможность наблюдать и приблизительно стараться отгадать оценку. Сейчас... Нет, мне, конечно, очень понравился последний. Мне очень понравился соскок, как он был сделан. Знаете, так, элегантно, легко. Что такое двойное сальто для димнаста? По большому счету, ничего. Уже почти ничего, да, как мы легко привыкли к этому. В общем-то, это двойное сальто согнувшись, да. А когда-то, помните, было. Это сложно. Когда-то одно сальто. Связка, рандат, флексальто выполнили мастера спорта на помосте. А сейчас... Значит, я хочу сказать, Дима, вы сказали о том, что... Ну, была гимнастика была в наше время другая. Естественно, другая. Конечно. Но как во всех других делах и вообще во всем не будет предыдущего, не будет сопоследующего, да. Идет развитие, развитие. Вот вспоминаем сейчас, одно сальто было трону, двойное сальто в группировке. А теперь уже мы на согнувшись смотрим легко. Ну, может быть, оно, конечно, хорошо, а может быть, конечно, и не очень. Потому что тут долгие споры можно вести на тему того, стоит ли усложнять гимнастику, не губим ли мы вот этим забоем, что называется, очень сложных элементов молодых спортсменов. Можно так. А все равно, конечно, она усложняться будет, потому что спорт не стоит на месте. Он этим и, наверное, интересен, да? Вот. А посмотрите сейчас, как тщательно Аня Павлова готовит для себя... Или она у нас следующая? Для себя, для себя. Для себя лично. Внизу стоит тренер ее, родная мама Наталья Павлова. Так что тут сейчас семейный дуэт и... Ну, выступать все-таки одной представительницей данного семейного дуэта. С одной стороны, выступать одной, а нести ответственность, трудно сказать, кто больше переживает. Тренер, который наблюдает за тем, как его ученица что-то вдруг нарушает. Или сама спортсменка. Да, вот мне кажется, спортсменка в этот момент, будь проще, ты переживаешь только за себя. Конечно. А вот тренер, да еще и мама... И он себя мучает, этот тренер бедный. Потом, долгие-долгие часы, дни, ночи, как угодно. Да, особенно если это не получится. Все, замерли и посмотрим на нашу надежду. На нашего лидера сейчас пока, после первого вида. Анна Павлова. Подъем разгибом, большой оборот, поворот на 540, снова поворот на... Но уже переступанием по 180, она это сделала. Но это тоже необходимая часть, показать вот эти ахты. Это что-то там такое уже подхалтурило, да. Вот видите, и все, она уже завязалась, она пытается не продемонстрировать этого. Да, она сейчас раскачивается. Все, сейчас уйдет. Все, закончила, да? Уйдет, уйдет. Что-то не так. Нет, она уйти не имеет права... В смысле, имеет права соскочить. Сошла со снаряда, да. Ну, уважающая себя спортсменка, она никогда так не должна позволить уйти, неуважение показать судейскому аппарату, зрительному залу. Ну, вообще, всем, кто на нее смотрит, правильно? Да, но на самом-то деле, в общем, странно. Ничто не предвещало, что называется. Ну, как... Да, вроде как ничто не предвещало. А с другой стороны, что-то она уже давно в нас ходит в перспективе и по сей день никак не заключит свои выступления хорошим исполнением. А это уже, называется, расклеилось? Да все же, абсолютно разобралось. Сейчас самые трудные, наверняка будут долго уставлять оценку, потому что все это высчитать. У нее же раз падение, два падения. Ну, я просто пока как бы расскажу, что если такие грубые ошибки допускаются, то уже никаких банификаций, то есть надбавок, не происходит, невзирая на то, что даже она сейчас делает супер-е, то есть сверхсложный элемент, все равно никакой надбавки не получается, за то, что она допустила грубую ошибку. Грубая ошибка, это уже полбала. Это полбала, здесь два падения. Да, вот сейчас будут высчитывать, да. Ну, это самое, наверное, неприятное. Посмотрим на повторах, что там было не так. Вот здесь нам повторяет, видите. Не дошла такое ощущение. Она не дошла, явно не дошла. И вот здесь раз поворот, уже немножко с плоскости выходит. А сейчас она разбавляет, думает, сейчас большими оборотами она придет в чувство. Не пришла. Она уже не пришла. Ну, это нам так. Знаете, я думаю, что стоит еще сказать о том, что уже то, что она пыталась разбавить, то есть пытаться как-то вылезти, то есть не сходить с рукой, это бойцовский характер. Ну, да, да. Умение не бросить. Дима, ну она же все-таки не первый год выступает. Она уже призер Олимпийских игр. Она уже на чемпионатах мира выступала. Она, прямо скажем, что после Замолотчиковой, она наиболее опытная. Пожалуй. Невысокую оценку получила, к сожалению, Анна Павлова, 7,25. Ну и завершающая представительница группы сильнейших Наталья Зиганшина. По опыту, прямо скажем, не меньшим. Это личная ученица, ученица самого Виктора Николаевича Гавриченкова, который сегодня возглавляет женскую гимнастику. Естественно, я могу представить, как у нее сейчас сердечко бьется, как будто не было. Но свое всегда очень переживательно. Пока она ведет так ровно программу. Ну, кое вот сейчас была небольшая шутка. Была, была небольшая. Небольшой шутка. Ой, ну что ж такое? Ну как же так? Вроде бы нормально откатанная программа. Сейчас это ощущение, что вообще собиралась, собиралась, Наталья, даже расплакаться. Как будто бы выражение, ну куда, там на два свинтона упасть. А я даже, честно, не могу объяснить, почему это так. Вроде как она все может. Да, и высоты хватило, и чего-то как-то ее развалило просто. Все правильно расслабилось. Посмотрим, я думаю, повторы тут намного нам ответят. Да. Сама чистенькая, нормальная программа была. Вот здесь мне всегда кажется, при перелете с верхней на нижнюю жертву, Лидия, что они касаются ногами, носками хлопают. Если коснется ногами внизу, пол, это ошибка. Да. Я просто прозевала. Нет, она не коснулась, но вот мне все время кажется. Да, почти, на грани, на грани фола, да. Ну вот здесь вот небольшая ошибочка была. Вот она выбила в стойку через согнутые руки, чуть согнуты в тазоверном суставе, и развросала ножки. Это трудно вращение проводить. Понимаешь, путь-то длиннее уже, когда не собрана группировка. Ну вот этим можно объяснить. Ну, может, тут всякий мнит себе стратегом в виде бой со стороны. Можно было... Ну, можно было встать. Не получилось. Только что начался третья смена 13-го чемпионата страны по гимнастике. Уже упражнение вот как раз на этом самом коварном снаряде, на бревне. КПП. Контрольно-пропускной пункт. Вот ему и название. Потому это сами девчонки придумали. И не сегодня, и не вчера, а давным-давно. 10 сантиметров ширина, 6 метров длина. И видите, какую надо акробатику сотворить. Это же просто диву, даешься. Сальто вперед и в темпе сальто боком. Да, маховое сальто вперед, а арабское сразу же... Ну, мне даже предстоит страшно. Это же не на полу, я еще раз напоминаю, а под вами только 10 сантиметров площадки. Сейчас выступает у нас Алена Змео. Это одна из... Перспективных гимнасток. Самых перспективных, пожалуй, гимнасток. Мне она очень нравится. Это приятное впечатление производит, несмотря на то... О, это опять же очень сложно. Кольцо двумя? Это было кольцо двумя. Вы представляете, что она в абсолютном неведении, воздух отрывается, голова закидывается, ноги должны достать головы, и опять вернуться на бревно. Это сложно, это сложно, честное слово. А я очень радуюсь, знаете чему? Что, как бы, география гимнастики все равно не стоит на месте. Вот, честное слово, город, в котором Коголынь, это Хантамансийский край, когда бы там была гимнастика, хочется прям поблагодарить всех, кто, может быть, и помогает этому виду. Тренирует ее муж и жена красноярские. Ну, я сам так скажу, хорошо. Еще раз хочу сказать о том, что девочка весьма юная Змео, поэтому... Перспектива у нее действительно просматривается. Ну, вот сейчас, пожалуй, в выступлении ей не хватило только одного, и не хватило опыта. В чем это выразилось? Выразилось совпадение в самом начале. Все. Все остальное сделала, сделала. Да, конечно, это не идеально пока. Да, конечно, с румынками тем же или китаянками... Да, вот то, что она нам показывала, чувствуется, что умеет, но еще нервной выдержки не хватило в стрессовой ситуации собрать. А ничего, а ничего, она, я думаю, придет, если ничего страшного не случится, не дай бог. Хуже, когда это именитые падают, в смысле уже титулованные, опытные гимнастки, здесь труднее объяснить. А здесь пусть она, она обязательно должна наныряться, нападаться. Но девочка производит очень приятное впечатление. Да, и с другой стороны, пускай лучше упадет на чемпионате России, чем Европа и мира, олимпийских играх. В ответственных стартах. Кубки мира. Ну, стартов-то много. Вот здесь еще грубоватая ошибка, отрыв одной ноги. Ну, ножкой она так дрегнула, или как можно сказать. Где-то это, конечно, 0,2 уже снимут. Ну, тут никуда не денешься, что называется. Ну, и за ней готовится Лена Замолодчикова. Лена Замолодчикова. Оценка у нее 8,5. Ну, средняя. Средняя. Так. Малый оборот на бревне. Элемент, кажется, мне просто жутким. По одной простой причине. Я не понимаю, какого можно делать. Но он не характерен, казалось бы, для бревна. Такой оборот. Скорее на брусьях. Но они уже с ним справились. Ух ты, фляг по одной. И в темпе маховое сальто, прогнувшись. Здесь по-другому не получится. Можно, конечно, бланжом сделать прямым телом, но... Ну, она почти так сделала. Фляг на 360. Не чисто через стойку прошла. Через сторону чуть-чуть, да. Да-да, чуть через сторону. Как-то сейчас вроде бы... Серия прыжковая должна быть именно серией. Что-то бы никакой паузы. Потому что если они позволяют себе паузу, то соединение не засчитывается. Ну да, они считаются как связка, считаются как отдельные прыжки. Как отдельные элементы. И сразу уже даже нарушение идет. Как отсутствие спецстреблений. Но это не дает, скажем так, возможности хитрить. Что вообще нужно проявить. Да-да-да. Хорошо. Фляг на 360 упор. Упор сиди этот, наверное, так можно назвать. Потому что водичкой соскок. Правильно, надо вздохнуть в обязательном порядке. Да, по-моему, все спецстребования она сделала. Два винта. Два винта. И все, два винта. Ни более, ни менее. Да, после двух видов мы можем пока сориентировать свою аудиторию, да? Кто впереди, кто у нас как расположился. После двух видов. Вот вам и пожалуйста. Юлия Ложечка вышла на первое место. Змею на второе место. На третьем месте Замолодчикова Лена. Афанасьева, Чихарева. Чихирева. Чихирева. И Кокарева. Вы знаете, довольно юное окружение. Да. Мы здесь не видим, в шестерке не видим ни Павловой, ни Зиганшиной. Вот видите, как дерзает молодость. Ну, с другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что Алена Змея уже свалилась. Тоже упала, сейчас может поменяться ситуация. Так что сейчас там все абсолютно будет меняться сразу. Все то же самое, что мы с вами наблюдали на мужских соревнованиях. Там трудно было предугадать, кто же останется впереди. Потому что шесть снарядов, и каждый по разу куда-то определенно упал. И, наверное, не по одному разу. Да. Ну, Ленин на выступление на бревне мне все-таки понравилось. Ну что ж, вот под такую бодрую музыку у нас начинается выступление. Пока мы видим второго потока третьего вида. Мы пока видим с вами летчика-космонавта. Он большой поклонник Афанасиева. Афанасиев, да. Он большой поклонник гимнастики, регулярно посещает наши соревнования и внимательно следит. И вот Юлия Ложечка выходит на старт. Да. Она пока у нас, напомню, занимает первое место после двух видов. И сейчас бревно, конечно, многое решит. Да-да. Как вы сказали, Лидия, правильно, Капуфе. Да-да-да. Если она пройдет, этот снаряд, он действительно коварный очень. Уже все поклонники гимнастики знают об этом. Маховая вперед. Устояла. Молодец, на одной ноге. И арабская. Ну, тут так. Нет, она устояла. Дима, ну я должна добавить. Вот была некоторая пауза. Единственное, что ее спасет, что засчитают за связку, она не опустила ножку. А так вот как бы с этой ноги пошла в следующий сальто. Это будет сидеть с акробатическим, называться соединением. Мне еще импонирует то, что когда она делала арабское сальто или сальто боком, она не приседала, не контролировала себя. То есть настолько уверенно. Да-да. Но тут уже или панель пропала. Сальто вперед. Посмотрите, она сальто пять, я уже насчитал. Как бы не больше. Давайте не будем ее хвалить. Так хочется, чтобы девчонка сделала от начала до конца свои упражнения. Господи, твист. Вот что вытворяют, а. Ну, стой. Элементарный, казалось бы, элементарный прыжочек на 360. Там чуть-чуть побольше было, 540, полтора оборота. Спиной начинала. Ну, тем более, тогда сложно. Вот, опять то же самое. Еще 540. Смотрите, у нее что, десятка базы, что ли? Судя по количеству элементов, по-моему, все 10 есть. Стоять, стоять. Ножки подгибались немного. Умница, умница. Очень приятно напомнить о том, что она сама председательница гимнастики из Брянска. И хочется в некоторой степени еще раз отметить ее наставников, тренеров. Это Широкова и Шаменина. Ну, вот сейчас... Нет, вот на меня, конечно, произвело совершенно такое неизгладимое впечатление. Именно набор трудных элементов. Именно набор трудных элементов раз. И то, с какой легкостью она выполняет все сальтовые элементы на бревне, это два. То есть она приклеенная на них встает. Да, заметно. Это очень важные качества. Потому что, как бы, этим отличается всегда румынская гимнастика. И мы думаем, боже мой, как бы они гвоздь забивают при приземлении. А наши все время стараются очень красиво выполнить. И бесконечные какие-то потери, такие мелкие хотя бы. Вот она, это Юля, такая тученькая, длинненькая, легенькая. Видели, как она спокойно отработала на снаряде, называемом бревно? Ну да, ошибок-то, да, ошибок, пожалуй... Не так много было, да. Там две по десятке. Но там оценка за девять должна быть, это совершенно точно. Хочется, хочется, чтобы это была оценка за девять. То есть пока Ранда у нас разминается, напомню, что она вылетела пока за шестерку. За шестерку сильнейших. Потому как, ну, откровенно провалила, давайте. Давайте называть вещи своими венами. Вы знаете, я сейчас, Дима, я сейчас хотела увидеть ее базовую стоимость программы. Но, к сожалению, здесь не электронная система, а руками показывают табличку, как в прошлом веке, только в начале прошлого века. И они очень быстро эти показывающие, быстренько повернули, и никто не увидел. Ну, никто... Ждем оценки. Я хочу сказать, что это дополнительный раздражитель для Павлова, и в чем состоит. Что перед ней вот эта Юля Ложечка довольно успешно, так и мы скажем, на сегодняшний день выполнила упражнение на бревне. Да, но с другой стороны, это и как плюс. То есть, когда перед тобой падают, тоже так смотришь и примеряешь невольно к себе эти ошибки. Стараются... Некоторые даже тренеры, они запрещают смотреть на неудачное выступление. 8, 875, оценка Юлии Ложечками. Низковато мне такое же. Ну, жестоко они, сурово. Ну, ладно. Ну, как бы, ладно, с людьми не спорят. Нет, нет, вот они... Вот, поправляют, поправляют сейчас. Конечно, немного. Я думаю, хотя бы 9 лет. 9, 175. Вот они сейчас поправились, это правильно совершенно. 9, 175. Так, ну, а что пока нам демонстрирует Анна? Пока она нам демонстрирует гимнастику. Ну, что она пока выполняет программу, дай бог. Вот она акробатическую связку выполнила довольно спокойно. Прыжёжка. Сменный ног в шпагат и сразу кольцо. Это всё требуемое соединение прыжковой. 360 в сет, фляг на 360. Вот она его выполнила-то получше, чем Лена замолочила. Конечно, явно было видно лучше. Так, на 180. Порос на 180. Фляг на 180. Впитывает полперекидки, так можно сказать. Переворотка. Видите, как они хитренько ногой нащупывают в бревно. Да, такой элегантный. Да, да, да. Три винта не докрутила. Ох ты, три винта не докрутила. А вот этот не докрут, к сожалению, к сожалению, еще раз говорю, всё-таки это считается такой заметной ошибкой и наказывается не менее, чем в тридесятых. Да, а тут не докрутила она. Да, она не докрутила где-то 45, может быть, около 5 красных. Ну да, около того. Ну, к сожалению. Ну, а что делать? Да. Не получилось. А я сейчас, знаете, когда она выполняла упражнения на бревне, я думаю, ведь сколько раз Аня уже это делала на ответственных соревнованиях. Я вспоминаю очень хорошо чемпионат Европы юниорский. Это был чемпионат Греции. Совсем малышка. Она, можно сказать, впервые выходила на такую высокую арену. Как она здорово провела программу. Как я за неё переживала и говорила, ну, это наша изюминка. Она действительно прогремела на этом старте. Ну, сейчас чуть-чуть идёт некоторый спад. Ну, будем надеяться, что он пройдёт. Посмотрим, на самом деле. Посмотрим, как оно будет дальше. Потому что в гимнастике ничего заранее сказать нельзя. Да, особенно у девчонок. Да, особенно у девчонок. Помните, как выстрелил Бондаренко? Ну, ай, какой хороший. Когда его ровняли с него. Как он тогда... То есть, какие у него были программы? Он получал десятку на прыжках. Я никогда не забудусь. Здесь, в этом зале, на чемпионате России. И всё время ему говорили, ну, самый вообще перспективный гимнаст, который может, как бы, заменить Алексея Неву. Ничего подобного. Неву так и остался незаменимым и... Да, нет. Лёша незаменим. Да. От этого никуда не деться. Наталья Зиганшина у нас. Уже вышла на старт Наташа Зиганшина. Вот они все подруги, конкурентки, как хотите. Они уже вместе вошли в сборную и вместе продолжают соревноваться между собой. И вечером будут вместе. Да, ну, конечно, куда же без этого. Гимнастика, ну, как практически любой вид спорта, там, где тебе приходится постоянно контачить, что называется, с товарищем в команде. И всё равно одна семья получается. Что лыжники, что биатлонисты. Да. То есть, они все, они все постоянно вместе. Так, оценочка... Анны Павловой. 9,425. Хорошая, солидная оценка. Но, к сожалению, вам должна напомнить, что у неё слишком была низкая цена на брусик. 7 до 25 сотых. Это, конечно, замал такой заметный. Так, Наташа Зиганшина. Я думал, спичак будет делать. Дожимать в сток. Могла я такой начал. Сразу прыжок. С поворотом, да. Это трудный такой рискованный прыжок. Но красивый был, амплитудный. Маховый сальто вперёд. Маховый сальто вперёд и потеря на одну десятую. Вот здесь, что называется, именно на этом и теряем. Именно на этом. Раз десяточка, тут отвалилась, там отвалилась, там шатнуло. Вот здесь. Ну, как же так. Волнуется. Волнуется. Ну, конечно. Чемпионат России. На тебя смотрит новый главный тренер. Понимает, что они, вот и Павлова, и Зиганшина, они лидеры российской гимнастики. И на них действительно смотрят совсем не так, как мы смотрим на змею ещё маленькую. Как на ложечку ту же, у которой ещё, как бы, есть возможность на ошибки. Да, право на ошибку. Право, наверное. Да, да, право именно. Стоять. Ти-ти-ти-ти, стой, ну. Да. А вот, смотри, как Юля ложечку от легко сделала, да? Ну, она как в коп, она вылетела. Либо ещё страха нет. Знаете, как всегда бывает. Юный спортсмен выходит вперёд, завоёвывает невероятные позиции, а потом, когда он их получил, и он начинает дрожать. То же отстаивать своё имя не менее трудно, чем его завоевать. День стою, два стою, рекорд держу с утюгами, ты помнишь, там был такой момент. Действительно. Вот такая доконавирус какая-то существует. На вершину влезть непросто, но намного сложнее там усидеть. Удержаться, да. Как бы, сначала зарабатывать спортсмен имя, потом имя на него работает, но его тоже надо всегда поддерживать. Да. Так вот, что мне ещё понравилось в выступлении Юлия Ложечка, это то, как легко она делает элементы. То есть она её так выбрасывает, как из катапульты вверх, и всё. Вот у меня было ощущение, что у неё нет страха, что можно при нас лететь так же элементарно, как и работает. А может, хорошее психологическое. Дай бог, дай бог. Ну, тем временем, всё-таки... Значит, Наташа Заганшина закончила, конечно, не в высоком настроении, потому что это не её уровень исполнения. Ну, абсолютно с вами согласен, Лидия. Во-первых, вроде падений не было грубых. Нет, нет, нет. Была куча мелких погрешностей, которые к хорошему не приводят. Снизит оценку её, да? Сейчас посмотрим. Вот нам показывают ещё раз её на повторе. Знаете, мне кажется, когда вот показывают на повторе, то каждый сидящий сейчас в кресле дома пытается её оценить. Потому что, действительно, вот в медленной съёмке как чётко видны ошибки или, наоборот, правильное исполнение. Да, телевидение, тем более, даёт эту возможность. Помогает шикарную... В общем, даёт шикарную возможность пронаблюдать. Вот руки поставила, и сразу второе сальто. И вот здесь ты её шатнула. Ну, она ножка болтается, да. Сразу не поставила. Ну, она поймала всё-таки бревно. Ну, она вот молодец была, действительно, большой молодец была в моменте, когда она делала твист. Это сальто... Это сальто... С поворотом на 180. С поворотом на 180 градусов. Когда её зашатал на бревне, там любой другой мог свалиться просто-запросто. Извините, уже за такой каламбур. Устояла, несмотря на то, что сделала три шага. Ну, она должна сопротивляться. Но три шага, это уже три десятка. Да. Пол падения. Ну, да, пол падения, чуть даже более. Пять сотых падений, три десятых устоять. Здесь просто демонстрировался характер. Надо удержаться. Ну, я думаю, что судьи это по меньшей мере оценка. Её оценка 8 и 65. В Олимпийском начинается сейчас уже четвёртая, что называется, смена. Четвёртый снаряд для всех участников. И вот один из потенциальных лидеров Елены Замолодчикова. После второго вида она была у нас третья. Ну, а сейчас её конёк, вольное упражнение. Квин задний. Молодец. Была небольшая всё-таки ошибка. Пару шажков сделала рандатэм. Три винта. Хорошо. Докрутило. Прыжок на 720. Ну, конечно, это один из коронных, что называется, ленинных видов. Так, ну что, очередная диагональ. Фляг и три винта, по-моему. Два. Два. Два, конечно. Я сказал, сам не появился. По одной простой причине. Она три винта делала в одной из первых. Второй рисковать не стоил. Да, да. Как-то, Лена, сейчас не слишком эмоционально работает. Обычно мы привыкли видеть, что она прямо горит. Ну, она королева вольных упражнений. Она очень хорошо чувствует движение. Она преподносит себя достойно. Но сейчас, видно, озабочена исполнением акробатики. Ну, я так думаю, что и место. Стоять. Молодец. Нет, мастериться. Так скажем. Угу. Ну, молодец. Точку такую своему выступлению она поставила неплохой, правда? Выполнив вольные упражнения, довольно достойно. Погласен. Ну, все связки, все комбинации были, ну, на нормальном уровне, прямо скажем. Там было без выходов за помост, без падений. Так что все здорово. А вы знаете, вот у меня просто закралось некий такой вот вопрос. Вот после второго вида у нас лидировала Алена Змел. Да. Ну, сейчас давайте теоретизировать немножечко. Если бы она выиграла, она же у нас пока зная личница. А если бы она выиграла, то что? Объясняю. Она личница, значит, она не давала в копилку командной борьбы свои баллы. Командной. А сегодня соревнование, в квалификации она прошла, отобралась, вот сегодня соревнование номер два называется. Это личное первенство в борьбе за чемпионство, да? И если она занимает первый, второй, пятый, двадцать пятый, это ее будет личный результат. И она полное право имеет на золотую медаль, на серебряную. Ну, в общем, как ответственность, как... Все просто. Все просто. Это значит, личница не дает в копилку команды, но за себя она борется полноценно. По полной программе. Так что сейчас здесь очень много будет решаться. Очень непрешенно. Но еще... А, после третьего вида, Дима, давайте сориентируемся. После третьего вида тут и ориентироваться особенно не надо. Все просто. Первая у нас Юлия Ложечко, по-прежнему, с таким достаточно солидным отрывом. Двадцать семь четыреста пятьдесят. Потом Алена Змеу, вторая. И третья, Лен, как раз за Молодчикова. Которая... Только что от выступала. Вот этот замечательный совершенно человек, эта замечательная спортсменка. Алена Змеу, сто тридцать шестой номер. Ну, и спасибо. Из города, самое важное, запомните, Ко-Гал-Рынбу. Ну, относится он к Уральскому округу, если не ошибаюсь. Уральский округ, правильно. Так вот, она идет у нас после третьего вида. Алена вперед. Абсолютно согласен. Она у нас пока вторая. Отстает от лидера, ну, прилично, прямо скажем, прилично. Отстает она на восемьдесят пять. Она подстраховывает даже неудачное исполнение пока. Ну, посмотрим. Таким разрывом. Что сейчас у Алены получится. Сейчас для нее это скорее такая некая проверка, сумеет ли она удержать вот это преимущество, которое она получила за помостом. Ну, вот и все. А вот и приехали. Обидно. Но пока полбалла она имеет запас восемьдесятых. Давайте наблюдать дальше. Ну, что ж такое. Вот видите, я сказала, что развалиться можно совершенно. Да, я уже расстроилась, уже какое там настроение, какая там композиция. Сейчас надо с собой бороться. Надо показывать, что ты не зря. После трех игр занимала второе место. Ну, вообще, конечно, странно, но прыгнула два раза и два раза. Два падения, две диагонали, два падения. Нет, она уже отлетела. Она уже, конечно, из тройки точно совершенно уходит, если только шторм пройдет по всем оставшимся гимнадцатым. Ну, сейчас мы с вами, собственно, это и увидим. Ну, вот, единственная связка пока без падения, но там два шага. Со счет подземления все равно. Два шага, две десятки, отдай, быть любезен, тут никуда не денешься. Что, хореография-то хорошая, чистенькая, красивый танцовый. Хорошая, и вообще гимнастка хорошая. Я все равно думаю, болельщики гимнастики запоминайте это имя и фамилию вместе с ней. Алена Змеу. Два угла стоять, умничка. Нормальная концовка, но... Ну, не удалась программа есть сегодня на вольных упражнениях, к сожалению, но сама по себе девочка заслуживает, конечно, внимания. Она, надо отдать должное, что она уже не первый год работает на базе озера Круглова, потому что не только мы с вами на сегодня на нее обратили внимание, на нее обратили внимание и специалисты гимнастики России, и еще даже в бывшем руководстве она уже была приглашена на сбор подготовки. Ранда, темп, фляг, винзение, что ли? А, двойной твист, двойной твист, на попе и за ковром. Жалко, просто жалко. Кто еще скажешь? А со второй связкой, что она делала у нас? Она уже переднее вращение преимущество, она опять... Вот как может развалиться девчонка, но что же такое? Вы думаете, она это не делала никогда? Она их блестяще, эту акробатику выполнала на тренировках. Кто ей помешал, что ей помешало, это необъяснимо и еще раз говорю, непредсказуемо. Расстаскивают сейчас спортивный инвентарь, ну, конечно, в хорошем смысле слова, убирают страховочные маты. И сейчас готовится выступить Аня Павлова. Побороться за пьедестал, почему нет? Она сейчас пока пятая, вместе с Чехиревой, с Настей... Ой, с Надеждой, извините, конечно. У них 26-150. Одна из потенциальных лидеров, которая, я имею в виду Алену Змею, она получила 7-6. И она из тройки, скорее всего, сейчас выпадет. Никуда не денешься. Ну, Аня, надо сейчас бороться, ей надо очень четко отработать сейчас свои вольные упражнения. Махах, ты только хотел сказать, молодец, с двойной сальто прогнувшись, но с очень заметной ошибкой, не менее чем в 30-х. Да, пружок. При приземлении, да. Но напоминаю, если ошибка в 30-х, то не производит надбавки никакой. И еще раз. Вот видите, как разваливается, как по чертежам, просто я даже не знаю. Ну, как вы сказали, шторм может пройтись и по всем остальным. Да, да, да. Это как цепная реакция такая, значит. Щетка сейчас отработала пока только Лена Замолодчикова и все. Ну, с ее опытом там грех был сейчас упасть. Тем более прекрасно понимаешь, что последние шансы. Такой это не меньше опыта, Иоаннин. Ну, она даже просто элементарный винт. Вспоминаем, как она на брусик безобразно выступила, теперь я могу так откровенно говорить. И жалко ее, и где-то у меня есть возмущение, потому что слишком много она тренируется, находится на базе подготовки. Но ничего не делает, нельзя так разваливаться. Надо уважать и зрителя, уважать, в конце концов, своего тренера. И вообще, то дело, чем ты занимаешься. На брусьях развалилась полностью, и сейчас она даже на ерунде допускает ошибки. Да, сейчас, что называется, дострадать осталось. Ну, последнюю связку. Характер. Характер все-таки есть. До конца разваливаться не стало. Жалко. Знаете, дорогие друзья, попросту и откровенно мне Аню жалко. По одной простой причине. Ну, сейчас она своими руками оставила себя без тройки. То есть, вне тройки. И руками, и ногами. Почему? Лидия говорила, может, скажете, почему? Ну, я, по-моему, так уже резко высказалась. Я немножко сейчас хочу остыть. В общем, кроме неуважения вообще к делу, я не могу так характеризовать, нельзя так безвольно выходить гимнастки, имеющие за плечами и звание заслуженного мастера, и звание чемпионки Европы. И она выступала, ну, я еще раз напоминаю, и на Олимпийских играх, и на нее же возлагали надежды. Страна, в конце концов, на тебя возлагает надежду. Почему так безответственно? И вот сейчас, как бы, оскорбленная, она покидает помост. Нет, у меня жалость она не вызывает в данной ситуации. Ну, может быть, перегорел. Да, на самом деле, в спорте может быть абсолютно все, что угодно. Падала маленькая девчонка, это одна проблема. Но когда такая гимнастка, во-первых, надо ей привести себя в соответствии с весовой категорией. Это все, все это вот сейчас отвечает на... Одно на другое накладывается. Задать чемпионат России для Ани, к несчастью, не задался. И получила она 7,7. Хотелось мне сказать, так тебе и надо, потому что... Потому что надо выступать очень старательно. Наталья Зиганшева у нас сейчас будет выступать. Посмотрим, коснулась ли ее это моровое поветрие, которое затронуло пока почти что всех гимнасток. Исключая, пожалуй... Да, не пожалуй, а исключая Елена Замолодчикова. Двойная... До А2 с винтом неплохо. Потеряла десятку на приземлении, но этот элемент очень сложный. Угу. Ну, самое сложное, все гимнасты хитрее оставят в начало. Но она и правильно, пока силы есть. Вот хорошо. Полтора первого это и на сальто в темп. По-моему, неплохо. Нет, просто хорошо. Дима, я переживаю и немножко молчу, пользуясь тем, что ты комментируешь то, что она выполняет. Сейчас посмотрим, сумеет ли она с вращениями справиться, насколько я понимаю, не сейчас. Это вот элемент, который называется уже группой С. Но опять же, как судья, еще я в этой пассе тоже выступала, она рано опустилась на пятку. Опять же, спорный вариант. Добрый засчитает, недобрый уже может не засчитать. Угу, даже вот так. Тройной пируэт. Оторвала ногу. Акробатику она, кстати, выполнила... Уверена, пока все вы увидели. Ну, мы видим некоторые такие при приземлении ошибки, но это ошибки естественные. Ну, вздохни, Наташа. Не хочешь, чтобы поставила нормальную точку? Ну? Рандат, фляг. Давай, ну, первое, не мудрство, а лукаво. Или сорвала? Ну, и ладно. Хоть не было грязи, так скажем. К сожалению. Да. Нормально, Дима, все-таки она так... Мне вообще кажется, что вот Наташа Зигнашевна, она не может так некрасиво себя повезти на помосте. Вот даже если ей будет неудача, она никогда так не ухмыльнется, как сейчас это показала всем Аня Павлова. Она мерзкая, дерзкая, не покинет помост. Она такой бессоля не съест, что называется. По международным правилам не имеет права гимнастка покидать помост. Не имеет права вот такую демонстрацию, как бы все виноваты, кроме нее. Ну, конечно. Я извиняюсь, что я села на эту фамилию, потому что я очень долго терпела и долго за нее болею. И как-то не могу объяснить, чего не хватает. Внимание, зал блестящий, тренеры рядом все, и консультанты, все разбирающиеся в гимнастике. Ну, не склалось, что называется. Простите за невольный же организм. Ну, сейчас судьба золотой медали. Да, собственно, вот здесь. В руках самой Юли. В руках и ногах. И ногах. Двойной твист сразу молодец. Замаскировала. Очень легкая гимнастка, очень здорово прыгает. То есть двойной твист с таким запасом делать. Вы обратили внимание? Да, конечно, высота. Стоять стоит. Да. Где-то чуть менее уверенно было уже. Напряглось что-то внутри. Что-то вращение обязательное. Разножка в шпагате на 360. Сложно. Очень сложный элемент. Нет, пока я просто боюсь что-либо сказать. Мне так хочется, чтобы хоть она довела программу до конца. Ну, до конца-то она ведь доведет вопрос как. Нет, как? Именно хорошо довела. Вы посмотрите, что творит, а? Ну, музыкальное сопровождение, конечно, оставляет, как говорится, желать лучшего. Ну, вы знаете, может быть... Дело вкуса. Да. В какой-то степени это психологический портрет может быть. Ну, надеюсь, что он у нее явно не такой, как у музыки. Нет. И двойной сопровождение. Умница. И все. Умница. Ну, вот я забегаю вперед, может быть, но она, конечно, чемпионка России по гимнастике 2005 года. Да вот, пожалуйста. Открывает страничку новым именем. Да, открываем новую олимпийскую страницу, новый олимпийский цикл. Таким образом все становится на свои места. Чемпионкой России 2005 и зачинателем нового олимпийского цикла в статусе чемпионки стала Юлия Ложечко. Вторая многоопытная Елена Замолодчикова. А третья совершенно неожиданно выскочила Татьяна Казанцева. Но это вызвано, конечно, с падениями. Вызвано падением фаворитов. Но так или иначе, итоги именно таковы. Но наша трансляция на этом подходит к концу. Для вас сегодня работали, помогали вам смотреть спортивную гимнастику. Комментатор телеканала «Спорт» Дмитрий Бобцов. И Лидия Иванова. До свидания, дорогие друзья. До свидания.